ну давайте работать что у нас сегодня за тема чем работать давайте отдыхать давайте развиваться давайте расслабляться лица у людей чем больше ты читаешь в лекцию по несколько работ так немножко напрягает работы значит так брать взять сейчас какой-нибудь там скалаторы пойти целину пахать нас такой все немножко в горовой теме и очень хочется что вы когда все это слушали не напрягались побольше усваивался что было оставалось после лекции приятное ощущение не хотелось пойти там поспать господи сколько мне наговорили когда что все ложится некоторые тут не подходили говорить так интересно ничего не помню так устал ладно нас тема на сегодня семья бога человечества эта тема пересекается с многими темами которые у нас уже были сняты на видео и может быть кто-то из вас их смотрел или кто-то из тех кто будет смотреть это видео и уже смотрел но тем не менее сегодня мы кое-что добавим в эту тему что-то проясним и что-то дадим по другим углом семья бога человечества как начальная мобильная ячейка формирующая богочеловека внутри в семье почему я решил говорить именно про семью потому что это более глобальное понятие природе есть такое понятие как баланс и баланс прежде существует на уровне всего абсолютно всего на уровне ядра на уровне клетки на уровне леса на уровне формирования предположим облаков каждой точки земли есть определенный баланс пока этот баланс существует не существует либо катастрофки какие-то особых проблем чтобы человеческое общество существовало в каждом человеке это должен должен быть баланс баланс является возможностью человека развиваться и развиваясь саму помогать ближнему кроме всего прочего чтобы человеческое такового существовало должен быть механизм который это восстановление поддерживает проводя свои личные исследования анализируя свои исследования с исследования других авторов интересно как славянистов едистов просто ученых я пришел такой точке в таком понимании что все что все любое развитие начинается с некой с некой точки с некой единицы начала вот эта единица начала на уровне человека это семья раньше на руси семья считалось семья это когда муж жена энное количество детей и родителей то есть это считалось полноценной семья это считалось еще потому что внутри этой ячейки существовали те люди которые поддерживают те или иные процессы то есть как ни странно но дети не тоже являются членами семьи и поддерживают определенные важные процессы формирование семьи даже эти дети совсем маленькие не уже относятся и родители старшие и к ним даже наверно можно отнести прабабушек и прадедушек особенно это важно при передаче и коррекции традиции я в этой лекции хотел бы сравнить семью с биоклеткой биоклетка это как бы условно говоря единичная точка счета и с нее как бы все начинается если биоклетки чего-то не хватает она начинает сам разрушаться и уничтожаться более того для того чтобы биоклетка развивалась то есть она должна получать определенный выход энергии и ходить входить резонанс чем-то еще то есть существует какой-то цикл первый цикл который происходит в развитии человека уже полноценный цикл то есть этот цикл тогда когда человек получает новую информацию получает поддержку получает ресурс сталкивается с определенными проблемами и учится их отрабатывать например есть предположим ребенок у него идет простейшая программа отработки то есть научиться понимать окружающий мир и понять что допустимо что недопустимо что нужно делать чтобы хотя бы минимально в этом мире выживать. То есть у ребенка очень маленькая ответственность, то есть в пределах того, чтобы ничего не сломать, сделать себе хуже, не сделать хуже окружающим. Когда ребенок растет, у него появляется задача и какая-то минимальная помощь. Но на биопулевом уровне ребенок является еще и объектом по воспитанию. Воспитание у родителей, в известной степени воспитание старших родителей и поддержание баланса. Например, баланса на уровне энергетики. Например, дети на уровне энергетики утончают и очищают общее биополе земли. То есть ребенок может сделать то, что раньше делалось в храмах. То есть если нет ребенка в семье, этот процесс нужно делать искусственно. Например, пойти в лес, пойти в храм и в храме совершить определенную работу. На полевом уровне ребенок вносит в семью некую живую динамическую энергию, которая заставляет родителей, заставляет взрослых думать и действовать другим способом. То есть искать новый вариант. Первая ответственность любого родителя, то есть когда сходится молодая пара, то есть выходят замуж, то есть первая их ответственность, это реальная ответственность, это не забота друг о друге, это не забота о поддержании дома, а забота о каком-то новом члене семьи. И с того времени, когда люди, сошедшиеся вместе, умеют заботиться о третьем человеке, их уже можно называть семьей. Почему даже психология считается, что семья – это не пара, а это пара, как минимум, у которой есть ребенок. Биоклетка – это та точка, с которой начинаются процессы. Семьей в идеале считается группа людей, в которых есть три поколения. То есть три поколения и желательно пара детей. Пара детей – это определенная динамика. Определенная динамика и определенные процессы, которые позволяют родителям что-то переосмыслить. Например, существует бабушка и дедушка, и у них есть какой-то опыт. Часть этого опыта наверняка положительная, и следствие этого опыта, то, что они сами воспитали своих детей, сами чему-то научились, то они научились поддерживать, скажем так, семью всеми возможными ресурсами, включая те ресурсы, которые они получили, предположим, в учебных заведениях. А поскольку они бабушки и дедушки, то есть они эти ресурсы уже, скорее всего, получили по полной программе. Но в отношении бабушек и дедушек нет динамики, нет изменения. Бабушки и дедушки когда-то воспитывали своих детей, и у них есть опыт формирования и опыт воспитания. Первая ответственность, которая появляется у родителей, это умение отслеживать свою собственную реакцию и, используя свой собственный опыт, воспитывать и отвечать за каких-то людей. То есть ответственность за ребенка, то есть она, в общем-то, на социальном уровне, она получается менее сложная. То есть ребенок социально не опасен, и социально не требует каких-то особых усилий. Но ребенок требует всегда от родителей нестандартного подхода и нестандартного мышления. Поскольку ребенок не является социально уже запрограммированным объектом, он всегда выражает что-то новое. То есть элемент изменения. В семье, в которой не существует детей, например, существует семейная пара, а при том же мы родители, этот элемент новизны, изменения, а, соответственно, умение реагировать на новую программу, нести за ответственность практически нулевой. Я не имею в виду потенциальной болезни членов семьи, поскольку это собственная ответственность, и, в принципе, из-за этой ответственности человек отвечает сам по большей степени. За детей всегда отвечают родители, соответственно, либо старшие родители. Семья является некой социальной биоклеткой, и если этой семьи нет, то в обществе начинается некая проблема. Сейчас, к сожалению, например, в Европе, в Штатах и чуть-чуть в России появились то, что называют семьями, но я не могу называть семьями тогда, когда сходятся взбиянки, гомосексуалисты, либо, как я слышал, еще 18 разных типов отношений. То есть я даже боюсь про это думать. Эти люди не являются семьей, и они не являются семьей на психологическом плане, на энергетическом плане и на духовном плане. На духовном плане они не могут формировать эти процессы. Есть известен такой факт, что если у ребенка есть один родитель, это уже мама или папа, а второго нет, то ребенок может черпать, например, получать этот опыт, например, помощь, например, от более старшего родителя, предположим, от дедушки, от дяди, от тренера, предположим, если он ходит на какой-то кружок. Но если два есть одинакового родителя, предположим, две мамы или два папы, у ребенка начинается деградация. На биологическом уровне он воспринимает, что что-то не так. Он не понимает, что это так, что что не так. Его естественная программа считывания информации нарушается. Этот ребенок начнет действовать, либо он будет закрываться, либо он начнет действовать в несоответствии с биологической программой. У этого ребенка наверняка будут проблемы. Это будут психические проблемы, это будут проблемы с ориентацией, это проблемы будут с выбором в жизни. И как только человек этот вырастет, подсознательно он будет стремиться восстановить эту программу. Если влияние однополых, так называемых, брата будет сильное, то, скорее всего, он это сделать не сможет. Но, как показывает практика, практически все дети, у которых были родители, так называемые родители, однополые, у них у всех проблемы, и мало кто из них может создать семью. На полевом уровне семья является ячейкой, которая формирует не только баланс внутри семьи, но существует и баланс на уровне общества. То есть на уровне общества, во-первых, это воспитывается новое поколение, которое поддерживает социальное количество людей в государстве, которые могут это государство поддерживать. То есть если нет семьи, то есть минимум двух детей, то государство разваливается. Если одна семья воспитала одного ребенка, то какая-то другая семья должна воспитать трех детей. А если все семьи воспитывают по одному ребенку, предположим, то где-то должно быть место, где воспитывается много детей. В этом случае бывают некоторые исключения. Это в том случае, если идет какой-то короткий промежуток времени, например, когда на энергетическом плане, например, есть плески, предположим, пять лет идет плеск рождаемости, пять лет затухаемая рождаемость. Это тогда, когда люди знают, что есть какие-то биоритмы, которым нужно следовать. Но эти вещи сейчас не изучаются, и поэтому я рассматриваю, в общем-то, полноценные ячейки и семью, в которых должно быть как минимум два ребенка, семейная пара разного пола и хотя бы пара родителей. Понятно, что родители стареют и умирают, и может быть, был бабушка и дедушка, там дедушка уже ушел, осталась бабушка или наоборот. Минимальная семья приблизительно это три человека. Вот с точки зрения исторической геометрии есть такое понятие, как динамика. Динамика начинается с числа три. Если числа три меньше, то на историческом уровне определенные процессы, определенные, скажем так, определенная возможность выйти на следующий уровень не существует. На социальном плане ребенок помогает формировать, восприятие общества. Когда в обществе есть дети, а дети, опять же, приходят через семью, общество формирует определенные программы. То есть общество смотрит на те или иные процессы под определенным углом. Если, например, из нашей жизни убрать, предположим, детей, ну, представьте, что люди живут там сто тысяч лет, да, и, в общем-то, как бы с социальной точки зрения, как бы дети как, вот, в общем-то, объект не нужен. Если люди вышли на уровень развития, предположим, бога человека, это, в принципе, и возможно. Если люди не вышли на уровень бога человека и способны жить сто тысяч лет, то на психическом уровне придет некая деградация. То есть новая информация на уровне энергии, а эта информация приходит от Земли, из космоса, она через детей не будет входить. И в обществе будут какие-то процессы, которые будут зацикливаться. Семья является живой биоклеткой, и тогда, когда есть определенное соответствие, у общества есть развитие. Например, в многих странах, типа Индии, например, или Китая, там бывает много детей, и есть перенаселение. Но там работает другая программа, тогда, когда семья составляется не ради того, чтобы развиваться, и ребенок – это не продолжение духовного пути человека, а это способ для выживания. Многие, к сожалению, женщины одинокие, например, еще заводят себе ребенка ради того, чтобы спрятаться в одиночество. Когда запускается такая программа, то есть это тоже программа разрушения общества. Такая женщина не воспитает полноценного ребенка, и если это не развитая душа, то ребенок будет страдать и будет пытаться недополученный опыт искать уже взаимоотношения с своим партнером. А у него есть, ну, в будущем, предположим, супругом, там, соответственно, женой или мужем, в зависимости от пола. Но дело в том, что когда он достигает до этого возраста, приходит время ему заводить собственную семью, а он играет в ту программу, которая была не отработана в детстве. На социальном плане семья является еще и воспитательным элементом. То есть она заставляет общество действовать определенным способом. Когда появляется ребенок, вводятся определенные законы, вводятся определенные мировоззрения. Есть какие-то вещи, которые для общества становятся, общество вынуждено поменять. Практически в каждой стране есть такие законы. Например, даже в средневековой Англии, где законы были совсем жесткие. Например, если женщина совершила преступление, она была беременна, то есть она не может быть признена. Это социальный закон, который воспитывает в обществе, например, какие-то высшие гуманитические формы взаимоотношений. Семья формирует Бога человека изнутри, поскольку каждый входящий в семью ребенок приносит новую информацию и новую идею о переменах. Многие люди, которые живут вместе длительное время, они переживаются и они отрабатывают программу выживания. Как только приходит в семью ребенок, он говорит как бы о том, что нужно попробовать что-то новое. Любой родитель, в жизнь которого пришел ребенок, снова однажды начинает играть. Независимо от статуса человека, независимо от его возраста, независимо от его образования. То есть родитель начинает мыслить другим способом. То есть это та новая энергия, которая напоминает человеку, что жизнь это не только отработка какой-то социальной программы, но жизнь это и обучение. А воспитывая ребенка, любой родитель учится. К сожалению, 100% воспитание ребенка, 100% гармоничное воспитание ребенка, непростая программа и для этого нужно образование и раньше это образование давалось с детства то есть с детства и мальчиков и девочек причали то мысли что это будущий член семьи то есть часть вот этой начальной ячейки это воспитание давалось детство и тогда когда ребенок подрастал в принципе и психологически и духовно и был уже готов и хотел этот опыт продолжать почему я говорю что высказываю мысль что ребенок является именно некая ячейка из формирующий бога человека потому что ребенок это та именно та энергия которая заставляет нас что-то поменять когда в нашу жизнь приходит ребенок всегда что-то меняет многих людей есть желание переменится но что-то поменять к лучшему перейти какой-то следующий уровень ребенок будет вас всегда заставлять делать что-то новое если вы можете сделать что-то новое по отношению к ребенку в отношении с ребенком для ребенка вы сможете это сделать и в своей жизни например некоторые люди уже не умеют играть они выполняют механистическую работу и как бы тупо развлекаются в жизнь приходит ребенок и он учит родителей играть играть в отношения играть формирование чего-то научиться снова гулять научиться завести собаку чтобы получить какой-то опыт общения с биологическим миром человек покупает например игрушки вещи которые ну как бы не имеют смысла есть конечно игрушки для взрослых да есть игрушки для детей но в отличие от взрослых ребенок покупает игрушки не потому что они крутые не потому что они его приподнимут в обществе а потому что эти игрушки могут дать какой-то ему опыт от их использования этим они принципиально отличаются от игрушек взрослых но еще они немножко подешевле принципы идеи и технологии взаимосвязи ребенок связывает родители с богом то есть этот ребенок приходит из тонкого мира и на энергетическом уровне на психическом уровне он еще помнит те энергии которые существовали в том мире то есть он ближе богу то есть если конечно не считать что родители это мастера прошедшие поле но под медиумы экстрасенсы развитые духовно развитые лидеры то в общем то ребенок эта связь родители с богом конечно в обществе могут быть священники какую-то функцию планету настоящем обществе их крайне мало то есть это даже не один процент от норма потому что одна сотая процента то есть та связь богом который есть у человека и которая не поддерживается им осознанно она поддерживается через ребенка родитель соединяет ребенка социумом и является как бы вот этой ниточкой соединения того что есть ребенки соединение божественного и то что существует в социуме родители например старшие дедушки и бабушки соединяют всю семью и детей и родителей с предками то есть с культурной духовной традиции когда есть эта цепочка то есть существует эта ячейка и она является некой живой биоклеткой который формирует в общество если эту ячейку какими-то способами разбирать то в обществе появляются явные или скрытые проблемы иногда родители могут обходиться без бабушек и дедушек но в этом случае это духовную традицию должен поддерживать священник на тонком уровне человек должен иметь связь с предками то есть и люди которые уже которым очень очень много лет они то есть на полевом уровне у них идет переключение на эгрегориальные связи их подготавливают на тонком плане перехода в другой мир то есть и они являются этим звеном кто-то осознанно подавляющая масса подавляющая масса не осознанно не выполняет эту функцию почему важна эта функция поскольку человек это некий механизм который имеет определенное количество свободы и определенное количество возможностей большое количество возможностей это те скажем так духовно психические силы которые идут нам от творца и которые нами частично иногда воспринимаются а частично нами не воспринимается по тем или иным возможностям ребенок является неким проводником и есть например эгрегориальные возможности тот опыт который накопил человек каждый человек в принципе все равно его носит собой но связь обычно своими предками к сожалению сейчас достаточно слабая поскольку мы практически сейчас не поддерживаем свою традицию на биологическом уровне и это доказал свое время хеллингер своих работах что эту функцию несут родители старшие родители то есть бабушки и дедушки кто-то чихнул наверное лично у него это в жизни в жизни практически работало они это делают подсознательно то есть на уровне биополя включается определенная программа она может тормозиться только в том случае если между родственниками есть какие-то значимые серьезные проблемы например обиды ссоры и когда они не воспринимают друг другу как одну семью немножко именно по поводу технологий была такая технология у наших предков давным-давным давно это когда например предки поди когда люди семья поддерживала отношения с богом то вся семья приходила в святилище да и она восстанавливала себе то состояние сознания которое и как бы соединяло божественной более тонкой энергии славяне генетически могут иметь связь богом но тем не менее чтобы эту связь поддерживать они периодически должны приходить в храм в чистый настоящий храм и осознанно вкладывать определенную энергию настраиваться на определенную частоту была другая практика которая являлась практика связь связанной с соединением с представителями рода то есть это когда упоминались предки когда им приносили то есть они славились также они расславились как и боги предки поскольку боги в принципе предки тоже является нашей нашими родственниками генетическими только с той разницей что боги предки являются как бы нашими наставниками а предки генетические то есть наши бабушки прабабушки прадедушки и все остальные являются владеющего генетического опыта который можем использовать и семья также периодически в определенные дни приходила к определенным местам к святилищам да и устраивала определенные ритуалы связи своими предками было время когда люди могли говорить с ушедшими например через священников те которые способны соединяться да к сожалению те времена прошли но долгое время еще оставалось такое правило то есть если вы будете изучать например ведические обряды 11 обрядов это почитание предков этот обряд не является ритуальным это обряд является духовным он связывает с духовной природой своих предков такая духовная природа наших предков была следующая часть нашей беседы и лекции это как построить своими построить все своими руками и как это развивать и приумножить построить своими руками можно только в том случае если вы эту идею понимаете принимаете и вы готовы жить таким способом например многие родители говорят ну маленькая квартира у нас будет всего один ребенок у нас так у нас мало денег у нас мало времени мы хотим отдыхать мы хотим развиваться чем позже родители заводят ребенка тем меньше они используют опыт тренировку тем они получают меньше свежей энергии для преображения правда в том что конечно прежде чем заводить ребенка родители должны созреть то есть должно быть психологической и прийти должен прийти воздух психологической духовной зрелости иногда это приходит людям 15 лет иногда 18 иногда 21 до 30 иногда уже к пенсионному возрасту а астрологии есть такое понятие что есть первый цикл когда человек начинает взрослеть это приблизительно 21 год женщины взрослевет немножко иногда раньше это опять же зависит от духовной традиции от личных способностей человека мужчина несколько попозже приблизительно 4-5 лет вторая фаза формирования личности происходит приблизительно после 28 29 лет когда проходит сложное время и когда в человеке демонические силы борется со светлыми сторонами поскольку она живет и то и другое и проходится определенный цикл как бы переосмысление когда этот цикл проходит происходит вторая фаза формирования человека многие люди эту чистку не проходят и не проходя эту чистку люди зачастую погибают в истории известны случаи что например почему-то люди вот в это время приблизительно 27 с половиной где-то 29 лет часто погибают хотя с точки зрения возраста с точки зрения психического здоровья это времени как не отличается от времени 25 например лет там или 37 последняя фаза формирования то есть не последняя фаза а значимая фаза после которой формируется личность человека то есть человек окончательно уже сформироваться формируется как личность и как сущность в основном как личность до 42 года автология называют циклом сатурна после этого считается что все что себе накопил человек кристаллизуется конечно бывают исключения и они бывают связаны с проблемами которые бывают жизни человека когда человек себе что-то не сформировал и например ну проживал инфантильную жизнь и этот срок может подвигаться после 42 лет например психический человек более готов быть родителем но для того чтобы заводить детей после 42 лет вы должны до 42 лет серьезно заниматься своим здоровьем одна из моих родственник говорила что она она родила не ошибаюсь 33 года она говорил что раньше 30 лет я еще просто не готова быть была быть матерью но проблема была в том что я с детства это мне подготавливали она занималась астрологии у нее были определенные понимания то есть складывая свой опыт она говорила что что физиологически я могла это сделать раньше много психологически я стала полноценной женщины ну когда может считать что это понятие можно присвоить женщине стала только после 30 если человек человек основывает свое понятие только на том понимании что он психологически не готов то он должен свой психологический опыт наращивать получать тот опыт который необходим ему для формирования себя как личности как зрелого ответственного человека если он по каким-то другим причинам не заводит семью до этого возраста но я не беру в виду людей которые являются миссионерами то есть и их задачей не является получение опыта через супружества и задачи не является продолжение рода но это единицы и они не являются правилом если остальные люди не заводят детей в это время то есть когда они осознанно это не делает то определенная часть опыта которая получает человек и она связана с формированием программы психических тел у человека не происходит построить построить своими руками развить и приумножить можно тогда когда заложена базовая часть чтобы построить себе определенное духовное тело человек должен чувствовать определенную связь если кто-то из вас занимался когда-либо жёсткими сильными психическими практиками как бы основная цель раньше считалось что человек должен коснуться чего-то такого божественного ярко коснуться и получить опыт в тот момент когда он получает этот опыт в нём появляется вдохновение человек видит цель и все обретает смысл классическая форма в духовных традициях простая форма после получения этой формы в человеке появляется условия человеке появляется стимул чтобы все это делать эти эти же ситуации будут работать и практики например связанные с духовной природы будут работать но их не на порядок быстрее там несколько раз если человек имеющий семью пытается заниматься духовными практиками Занимаясь духовными практиками, человек как бы связывает свою животную природу с божественной природой, то есть формирует в человеческой природе какие-то божественные качества. Эти божественные качества строятся только тогда, когда ты начинаешь отрабатывать все какие-то простейшие вещи. Самые простые и простейшие вещи человек может увидеть, когда он смотрит на ребенка. Поскольку каждый взрослый человек периодически своими поступками выражается как ребенок, но он этого не видит. Когда в вашей семье постоянно есть ребенок, вы эти вещи можете отслеживать. На духовно-психическом плане вы можете построить свой путь, когда вы эти вещи отследили. Большинство из вас периодически проживают жизнь ребенка. В мистике есть такое понятие взрослый человек. Взрослым человеком является не возраст, не сила физическая, не умение использовать память или не умение в социуме что-то формировать. Взрослый человек считается тогда, когда человек способен управлять своими эмоциями и управлять ментальным диалогом. Когда человек способен контролировать два этих механизма, он является на мистическом, духовном плане человеком. То есть он считается взрослым. До того, как он это не сделал, он является, по сути, ребенком. Эта ситуация может быть у человека сохраняться до 90-100 лет. Зачастую даже бывают такие ситуации, когда люди, проходя определенный промежуток возраста, опять становятся детьми. То есть это, по сути, происходит потому, что люди не получили духовную зрелость. Они не получили духовную зрелость, и они начинают программу снова прорабатывать сначала. То есть проходя опыт ребенка, который они не трансформировали. Но с той разницей, что взрослый человек проходит опыт ребенка, скажем, такой более мягкий, то есть уже на каком-то уровне, а сам ребенок начинает все с азов, начинает все пробовать. Когда у человека уже сильно, скажем так, в преклонном возрасте, начинаются включаться те программы, которые включаются, в общем-то, у детей. Отслеживая те программы, которые происходит с ребенком, взрослый человек может видеть самого себя. В духовной практике это очень важно, чтобы оценивать что-то внутри себя, эту вещь нужно следить. То есть в мистических практиках это определенные процедуры, и если человек этим занимается достаточно серьезно, этого может хватать. Но если человеку немножко не хватает этих ресурсов, самое большее, что ему может помочь, это именно его семья. Например, женщина отражает инскую воспринимающую природу. И мужчина, например, мужчине для развития, нужны определенные качества, которые изначально есть у женщины. Почему я говорил? Говорю и утверждаю, не я один, что семья является единой ячейкой. Поскольку генетически на уровне энергии мужчина, как, скажем так, социально-энергетическая биопылевая единица, способен вырабатывать чистую яинскую энергию. Почему я говорю именно про чистую яинскую энергию? То есть если мужчина соберется с собой, начнет проживать свою жизнь, он как биологический вид эту энергию может, скажем так, вырабатывать. Я не имею в виду какие-то там запущенные случаи. Предположим, это несколько процентов от общего общества. То есть 95-97 процентов мужчин способны при правильном воспитании и определенных практиках вырабатывать чистую яинскую энергию. Чем хороша эта чистая яинская энергия? Что это та динамическая энергия, которая позволяет обществу двигаться и изменяться. В свою очередь, если в этой системе нет чистой женской энергии, а чистую женскую энергию могут вырабатывать либо только маги, как таковы, либо психоаналитики очень высокого уровня, которые по своей природе, психичности, в принципе, магам соответствуют, ну или, соответственно, экстрасенсы, ну, в принципе, это то же самое. Женщины по своей природе, если это классическая женщина, я опять же не имею в виду женщин с очень сильным характером, то есть они способны эту энергию вырабатывать. То есть эта энергия социально выражается через умение чувствовать, через умение предвидеть, через умение терпеть и умение заботиться, то есть хотя у мужчины такое же качество тоже есть, и оно имеет определенный некий мужской оттенок. То есть изначально эта природа есть у женщины, чтобы это качество в мужчине, скажем так, развивалось, расцветало, чтобы у мужчины это качество не пропадало, а любой человек – это баланс этих энергий, до тех пор, пока он выйдет, его энергия не станет совершенной, или, как говорят, нестики, сами дэновской энергии. Он должен пропускать через себя женскую энергию, превращая свою мужскую энергию во что-то большее. В общем-то, при правильном обмене энергии мужчины и женщины, то есть внутри семьи, эти процессы происходят. Я еще намеренно говорю, что именно семья, поскольку если это просто интимные отношения, то в интимных отношениях на некоторых уровнях не хватает связи. Специально так был создан мир, что у нас есть несколько видов связи внутри, подположим, семьи. Многие из вас, наверное, уже слышали. Это социальная связь, это сакральная связь, душевная и духовная. Внутри семьи все эти четыре процесса могут происходить. Если связь, например, существует, подположим, пара, существует как любовники, то эта связь на социально-бытовом уровне может не существовать, либо работать отчасти. На душевном и духовном она, скорее всего, работать не будет, например. Если есть, например, связь только на социальном уровне, то это люди фактически не семья, и остальные высшие уровни тоже, скорее всего, не будут работать. Когда соединяется семья, в этой семье получается баланс энергии. То есть в идеале, когда двое людей сходятся не по животным правилам, и из-за животных инстинктов, то все эти процессы будут формироваться. То есть живая биоклетка общества будет жить и будет развиваться. Когда в семье существует несколько, предположим, пар, предположим, родилась мальчик и девочка, есть папа и мама, и есть бабушка и дедушка. То есть у нас есть три уровня отработки этих энергий. То есть у детей работает один уровень, а у детей тоже существует свой уровень, и социально-бытовой, и сакральный, и душевный. В редких случаях и духовный, но духовный, как правило, в том возрасте, когда человек начинает что-то переосмысливать и искать какую-то важную цель. Вот как уже в нашей прошлой лекции мы говорили про просветленного жора, у человека включился уже духовный уровень, то есть когда ребенок до этого дошел. Духовный уровень может существовать и у родителей, и у предков. То есть существует три ступени, на которых прорабатывается духовный уровень. И этим духовным уровнем люди хотят или не хотят меняются. Есть что-то, что является, например, очень глубоким опытом, который существует на уровне родителей. И, например, семейная пара могут наблюдать свою бабушку и дедушку, которые, предположим, прожили вместе 40 лет и научились договариваться. То есть что-то, что не получается у молодых, они могут просто взять и взять у своих старших родителей. Я имею в виду, конечно, когда родители все-таки живут по правилам, они не прожили жизнь животных на полевом уровне. И у детей здесь этот резонанс. Если, например, у родителей не хватает какой-то энергии, в характере, предположим, немножко не хватает, предположим, инь, у них может родиться две девочки. Если не хватает у них какого-то характера, рождаются два мальчика. Многие думают, что мальчики рождаются тогда, когда, предположим, родители папы питаются определенными продуктами, или мама питается не так. На самом деле это духовный аспект, и приходит та душа, того пола, который необходим для формирования духовности. Та же ситуация будет происходить с детьми, когда они подрастут. Это именно тот механизм. Именно используя этот механизм можно развиваться. Кроме всего прочего, когда дети растут, вы знаете, что в пять лет у детей начинается первый спресс, первый цикл сексуальности. То есть это чисто животная программа, в ней нет ничего, в ней естественно. Это механизм, который существует у ребенка, и он готовится в будущем занять те обороты и выполнить ту функцию, которую нужно. При этом происходят определенные процессы. И для семьи, и для детей очень важно, чтобы в семье обязательно существовал кто-то противоположного пола. То есть это может быть на минимальном уровне, если есть мальчик, то должна быть девочка. То есть у девочки должен быть брат, у брата должна быть девочка, например. Либо там, предположим, эти две девочки, обязательно должен быть папа. Либо как самый-самый минимум должен быть хотя бы дедушка. То есть обязательно два члена семьи. Если, например, в семье один дедушка и четверо женщин, то на дедушку идет большая нагрузка. А дедушка уже, например, не в том состоянии, чтобы держать и балансировать женскую энергетику. Если, конечно, дедушка не был волхвом, и он не может сделать работу для целого полка. Я имею в виду работу на биоэнергетическом уровне, поскольку такая работа и энергообмен происходит независимо от того, люди знают это или не знают, выполнять что-то или не выполняют. Про это очень интересно говорил Питерский Йог Рыжов на какой-то из своих лекций. Когда я вспомнил эту фразу, я очень хорошо соотнес ее именно с программой семьи и теми духовными аспектами, которые в семье существуют. Лично я сам сталкивался с этой ситуацией, когда у моего хорошего знакомого девочки исполнилось 5 лет. То есть, в 5 лет пошел определенный цикл. У нее в семье не было дедушки, был папа, но папа был очень занят. То есть, в детском садике, в который она ходила очень редко, она эту функцию не успевала на биоэнергетическом уровне решить. То есть, это происходит, конечно, и на уровне социума. То есть, на уровне социума у ребенка существует определенный барьер защиты. То есть, а на уровне семьи этого барьера практически не существует. И ребенку легче получить этот опыт. Был ребенок, я помню, как называлась, была девочка. Вот у девочки не хватало определенных вещей. Но папа был занят, то есть у девушки без баланса. И как только в семью приходит человек, который семья принимает, и на полевом уровне родители воспринимают его как, в общем-то, близкого человека, ребенок тоже видит, что родители хорошо к нему относятся, и она тоже начинает воспринимать его как родственника. Со мной был процесс, когда ребенок пытался эту энергию сбалансировать с помощью меня. То есть, я немножко, конечно, удивился, потом вспомнил Рыжова и соотнес эти вещи. Семья – это духовный механизм. И кроме социальной программы, и кроме интересов государства, ну, как социального объекта, она имеет духовный корень. Когда семья целостная, заниматься любой духовной практикой будет легче. Если бы, например, духовной практикой люди занимались бы не единично, предположим, каждый из вас, например, хочет заниматься развитием. Кто-то из вас занимается йогой, кто-то из вас занимается физкультурой, кто-то занимается цигун, и периодически вы садитесь в медитацию. Но обычно в медитацию садитесь один. Если садится мужчина, он включает, как правило, какой-то янский аспект, и янский аспект имеет свои плюсы. Медитация на высоких уровнях, она не имеет янского аспекта. Это чисто демовское выражение природы, божественной природы человека. Но пока вы не вышли на этот уровень, вы отрабатываете ваши человеческие качества. То есть идет работа с астралом, идет работа с менталом, и вы пытаетесь как-то балансировать эту энергию. То есть либо это какие-то простейшие формы, либо вы работаете по какой-то программе. Если работает мужчина, он отрабатывает, как правило, янскую динамическую медитацию от простейших, малозаметных, до каких-то ярких форм. Если работает женщина, как правило, янская медитация. Когда женщины и мужчины медитируют вместе, на полевом уровне, начинают друг друга балансировать. Как ни странно, но обмен энергии в эти моменты ускоряется. Конечно, хорошо, когда мужчина и женщина находятся приблизительно на одном уровне развития. То есть и как бы получается баланс инской и янской энергии. Теперь представьте, что в семье на медитации сидят маленькие дети, сидят взрослые, сидят их родители. То есть этот баланс существует на нескольких разных стадиях. То есть на полевом уровне медитация уже как бы опираясь на энергию детей, она переходит как бы с божественного плана в родовой план. То есть мало того, что люди противоположного пола занимаются медитацией, балансируют друг другу, идет еще родовая линия. В идеале медитацией должна заниматься вся семья и желательно в одно время. Я согласен, что люди разные, у них разная психичность, и кому-то, например, более интересно заниматься днем, исходя из его личных качеств, кому-то лучше утром, кому-то вечером. Есть возможность по времени, кто-то, например, еще проходит детский садик, и можете позволить быть дома, кто-то находится в это время на работе, а у кого-то есть целый день. Но тем не менее, в идеале, на духовном плане лучше, когда медитирует вся семья. Причем медитируют вместе и приблизительно на похожие задачи. У каждого свой уровень и каждый со своей скоростью будет осуществлять на полевом уровне какие-то движения. Каждый, как внутри своей души, будет выстраивать какие-то, как говорит Анатольевна, какие-то тонкопылевые конструкции. Но когда работает вся семья, этот механизм будет работать на самом высоком уровне. Я не имею в виду, конечно, те ситуации, когда вам повезло, и вы пришли к учителю, просветленному учителю, который способен вашу медитацию корректировать. То есть, если он видит настоящий учитель, когда вы приходите в зал, то он работает через канал, и через него, и Грегор опускает определенную энергию, и эта энергия рассчитывается под каждого конкретного человека. Но обычно учитель либо это делает осознанно, либо неосознанно. И учитель, смотря на каждого человека, уже индивидуально его балансирует. Кому-то не хватает чего-то, он корректирует в одну сторону. Женщине не хватает, предположим, девушке того-то, он балансирует его-то. В идеальном случае, когда существует мастер, конечно, эти вещи можно балансировать. Но вы понимаете, чтобы иметь мастера, который может вести вашу медитацию. А понятие вести вашу медитацию, это означает контролировать процесс в случае, например, каких-то непредвиденных обстоятельств, риска, например, или тех случаев, когда медитация не получается. Ну, например, человек засыпает, или он из медитации выходит саморазвлечение. Такое тоже бывает. Например, люди начинают видеть картинки и начинают по этим картинкам бегать. То есть задача учителя – выйти, вывести ученика из состояния игры, детской игры в картинке, в состояние медитации. В идеале, конечно, учитель может заменять эту схему. Но вы понимаете, что фактически это те времена, когда, например, на каждую группу медитирующих был учитель, который контролирует, они прошли. И неизвестно, к сожалению, когда они точно будут. Есть по поводу определенной мысли, но гарантии, как говорится, нет. Поэтому, если вы хотите заниматься медитацией, в идеале, медитацией должна заниматься вся ваша семья. Даже если во время медитации ваша бабушка или дедушка заснет, а ребенок просто будет сидеть тихо и просто заниматься наблюдением, вы почувствуете, что происходят те процессы, которые не происходят тогда, когда вы занимаетесь медитацией индивидуально. Принцип живой биоклетки. Задача живой биоклетки – это эволюция. Но первая задача, конечно, любой клетки – это выживание. И про выживание мы сейчас не говорим. Хотя закон выживания говорит о том, что клетка должна не просто поддерживать существование, не просто бороться за жизнь, а должна развиваться. То есть, если клетка не развивается, то смысла у ее жизни нет. Если у нее смысла у ее жизни нет, то выключается медленная программа самоуничтожения. На полевом уровне, ну, представьте себе, что вы что-то делаете, да, и у каждой задачи есть цель. Если эта цель недостижима, то вашей деятельности нет смысла. Если жизнь живой биоклетки не ведет к какой-то более совершенной форме, то существование этой клетки бессмысленно. Поэтому клетка, которая не хочет развиваться, она себе так или иначе включает программу самоуничтожения. В каждой клетке, в каждом живом существе записана программа, что он хочет выйти на следующий уровень развития. Это как бы каждая простейшая клетка хочет стать более сложной клеткой. Более сложная клетка хочет быть насекомым. Насекомое хочет, предположим, стать птицей. Птица хочет стать животным. А каждое животное на том плане хочет стать человеком. А разумный человек, конечно, хочет стать ангелом, либо божеством. Если вы не хотите стать ангелом, и божеством с вами что-то не так. Семья Бога человечества – это не просто семья, потому что семьей являются не только непосредственно ваша семья, но и ваши родственники, и ваши предки. Часть ваших предков живут на других планетах, и вы с ними не имеете связи. Нашей семьей является вся разумная селенная, где люди стремятся к эволюции. Поскольку все мы были созданы Творцом, и Творец каждого из нас набжает энергиями и условиями для развития, все существа, которые занимаются духовным развитием, являются нашей семьей. Если вы эти вещи помните, если вы эти вещи осознаете, то когда вы приходите в некое новое сообщество и смотрите на какое-то новое живое существо, оно будет видеть в вас свою семью. Это принцип живой биоклепки, его духовное начало. Семья Бога-человечества предусматривает, что вы в каждом разумном человеке, в каждом представителе рода, в каждом существе, стремяшемся к духовному развитию, видите свою семью и видите Бога. Если вы в себе это поддерживаете, то вы являетесь частью семьи Бога-человечества. Конечно, вопросы, если вдруг созрели. Микрофончик берем. Собака у нас тоже сегодня лечится. Отнеситесь с пониманием. Я слышала от Григория, что душа может проходить циклы, если мы смотрим по астрологии, по знакам зодиака. Обязательно ли душа должна пройти полный цикл? Или может она на каком-то определенном знаке зодиака разовьется достаточно, чтобы уйти на следующую? Что такое цикл? Это минимальная программа для того, чтобы получить опыт, необходимый для выхода на следующий уровень. Но представьте, почему существует школа и в школе есть какое-то определенное количество уроков. То есть есть необходимая минимальная информация, усвоение которой приводит к тому, что человек выйдет на уровень разумности какой-то. Предположим, что вас бы в школе учили бы только, например, завязывать шнурки и только писать. Вы заканчиваете школу, вы неполноценный человек. Вы приходите в социум, и вы не понимаете, что делать. То есть вы не понимаете, где вы живете, вы не понимаете, что полезно, что опасно. Вы не понимаете, например, как использовать, например, мальчиков раньше, ну, в школах, может, сейчас тоже учат, например, какому-то ручному труду. То есть мальчиков учат, например, быть мужчиной. Мужчина тот, кто на техническом плане заботится, предположим, о своем окружении. То есть если это женщина учит, заботит и поддерживает, например, среду, например, поддерживать дом, готовить еду, предположим, убирать. Но эти программы, они могут несколько меняться. То есть есть минимальная программа, которая позволяет внутри цикла пройти урок. Если в этой программе ничего-то не хватает, она не является циклом. То есть она достаточно полная. Человек, проходящий этот цикл, выйдя за предмеры цикла, не является специалистом. Но это вроде того, как вы закончили институт, а инженером не стали. Поэтому всегда в цикле есть. Цикл – это сбор определенных программ обучения. Человек может пройти программу обучения, например, если очень талантливый ребенок, он может пройти программу 10 классов, предположим, в первом-втором классе. Ну, он гениальнее. Но все равно он проходит этот цикл. То есть получает тот минимальный набор качеств, пониманий, осмысления, навыков, которые позволяют ему выйти на следующий уровень, на котором он является специалистом. Ну, того или иного уровня. Закончив школу, вы разбираете какие-то базовые вещи. Закончив, предположим, техническое заведение, институт, вы являетесь уже дипломированным инженером и способны уже с технической точки зрения, как инженером, управлять, что-то создавать. Если вы закончили, предположим, высшее учебное заведение и провели научный труд, вы становитесь ученым, то есть выходите еще на какой-то уровень. Но есть какая-то базовая программа. На определенном уровне вы становитесь самостоятельным. И вот эти программы, цикл, можете создавать сами. Ученый, он самообучается сам. И вот эту программу цикла он ищет, собирает, изучает сам. То есть цикл для него свой собственный. Он может использовать базу знаний других людей. То есть он может придумать что-то сам. Он может, используя собственную базу, создать для себя программу обучения. То есть у него свой цикл. То есть он не лимитирован, как, например, в школе 10-ю классом, например, или сейчас 11-ю классом. То есть цикл – это минимальная программа для обучения. Если вы в цикле что-то игнорируете, то на выходе это будет немножко что-то не то. То есть это, например, сантехника, которая, в общем-то, может у вас заменить прокладку, но не знает, что делать, если прорвал экран. Благодарю, я поняла. У меня есть маленький вопрос, который сейчас не к теме. Какая карма бывает у зверей и у деревьев? Интересный вопрос в том, что деревья, они чем-то, например, похожи на людей. Ты знаешь, что бывают деревья, которые растут сами, а бывают деревья, которые могут жить только за еще других. Например, деревья, типа вьюнки, например, орхидеи, еще некоторые лианы. То есть у этих деревьев тоже есть карма. Во-первых, каждое дерево, оно живет, старается жить в гармонии с природой. Если дерево эту гармонию будет нарушать, а у деревьев немножко другие циклы, то оно тоже это несет ответственность. Например, ты знаешь, что если, например, посадить два дерева одного и того же вида, то деревья будут стараться друг друга не закрывать. Если, например, растут деревья разных видов, они будут бороться за выживание. Если, например, существует лиана. Лиана – это растение, которое само жить не может. Для того, чтобы, например, получать какие-то ресурсы, она обвивается вокруг дерева и тянется к солнцу. То есть она получает за короткий промежуток времени, она становится большой, то есть она выращивает листья, но ей нужно растить ствол. У лианы есть определенная карма, потому что лиана на каком-то уровне паразитирует. Из-за этого паразитирует у него есть карма определенная. То есть у растений она тоже есть. Какая, например, бывает у растений карма? Лиана ввнется вокруг дерева, дерево засохло и умерло. У лианы больше нет места расти, она тоже погибает. То есть она такая простейшая карма. Животные. Есть животное, ему для того, чтобы жить, предположим, хищное животное. Задача хищного животного – поддерживать баланс в природе. Например, какой-то отдельно взятый лес, и в нем живет 300 кроликов, 300 зайцев. Зайцы – часть природы, волки тоже часть природы. Если зайцы будут слишком быстро размножаться, и станет столько, что они съедят весь корм. Им будет нечем есть, они будут умирать, то есть они будут страдать. Но если в этом лесу есть определенное количество волков, волков или лист, например, или медведи, те, кто на них охотится, то они будут определенное количество зайцев периодически отлавливать. Более того, известен такой факт, что в первую очередь погибают больные животные. То есть те животные, которые нарушают какие-то правила. Потому что животные же тоже болеют, или ты знаешь. Чем у животного больше болезни, это значит, признак того, что животное что-то нарушил. У них нет таких же вещей, как у людей. Например, они не могут их, может быть, злиться. Ну, злиться, наверное, могут. Они не могут, ну... Даже животные иногда бывает умеют ревновать. У них, например, нет что-то вроде зависти. Нет, наверное, что-то вроде, например, какие-то... Вот они неспособны на подлость. У них нет каких-то человеческих качеств. Но они тоже живут по определенным правилам. Если животное нарушает это правило, она болеет. Больное животное в первую очередь съедет хищник. Ну, съедет потому, что его легче поймать, что оно больное, оно не может сопротивляться. У него, например, какие-то функции не работают. Например, боняни не работают, или ножки слабые. То есть, и на уровне кармы хищники, они поддерживают, как бы они являются, как бы хранителями кармы. Они поддерживают это соотношение. Если хищник начнет ловить животных больше, чем ему надо для жизни, то этот хищник погибнет. Ну, возьмем такой, предположим, уровень. Например, волк. Бывают такие породы волков. Волку, чтобы быть сытым, ему достаточно, предположим, съесть одного барашка. Вот выбрался волка с веса, увидел стадо, поймал одного барашка и его съел. Но волк может съесть одного барашка, а перегрызть горло сотни барашков. Если он будет это делать, то этого волка уничтожат очень-очень быстро. Если он одного барашка утащил, убежал в лес. Кармически для человека это определенный опыт. Опыт о том, что нужно своих овец хорошо защищать, оберегать. То есть, это карма человека. Для волка будет карма, если он свои полномочия, скажем так, ученика человека в плане осторожности, в плане практичности, в плане, скажем так, своевременности. Не просто учит, а становится уже как бы маньяком. То этот волк нарушает определенные правила, и этого волка очень быстро найдут и застрелят. Также, если этот волк будет, предположим, в лесу, волку для того, чтобы быть сытым, достаточно, предположим, съесть этого зайчика. Он съел зайчика одного, то есть в природе баланс. И волк будет существовать, предположим, на это сутки или что-то больше. Если он будет съедать два волка, два зайца, например, то зайчиков станет мало, еды не будет, этот волк умрет. У него тоже работает эта карма. Если животное приходит к человеку, то у животного включается еще новая карма, которая может быть только при жизни с человеком. То есть, когда животное приходит к человеку по каким-то причинам, в случае, когда животное само приходит, то она принимает условия уже людей. И она должна эти условия выполнять. Как собачка, она пришла, живет в нашем обществе, она же могла бы просто взять и убежать. У нее же есть ножки, да, открыли. Маша открыла собачке двери, да, и собачка побежала и убежала, и живет там в лесу, ловит там ворон, чем-то там питается. Вот собачка ложками подрыгала. То есть, она свободна. Если она убежит очень-очень далеко, за сколько-то километров, ну, Маша, наверное, не будет всю жизнь тратить, чтобы искать эту собаку. То есть, собака ушла, она живет своей жизнью. Она свободна. Но если она пришла к человеку, она должна выполнять определенные условия. Если она не будет выполнять условия, у нее включится карма, ее начнут наказывать. То есть, этот механизм начнет работать. Если собака, например, начнет есть все подряд, да, а бывают такие собачки, когда, наверное, какашки там всякие едят, я сам это видел, да, или начинают таскать всякую еду со стола человека, да, она может есть что-нибудь такое и заболеть, да, и у собачки тоже включится карма. То есть, у животных тоже есть карма, но она намного меньше, чем у человека. Поскольку животные не повторяют все из тех ошибок, которые повторяет человек. Карма есть не только у животных и, например, и деревьев, она есть и у всех, только она на своем уровне существует. Она есть и у рыбок, например, в море. Она есть и у птиц, ну, которые, можно сказать, тоже являются животными. И правильная работа, та же самая схема. Ответил вопрос, Речи? Благодарю. Я хотел спросить про семейные медитации. По факту получается, что в уединении достичь погружения в себя легче, как вот не мешать друг другу полями? И в чем вообще цель семейной медитации? Баланс. Твоя медитация, причем она выйдет на совершенную медитацию, она будет янская медитация, это будет янский поиск. Совершенная медитация – это баланс и не янь. То есть вообще человек, когда начинает медитировать, обычный, то есть когда его не ведет мастер, он, как правило, начинает либо работать с эмоциями, начинает учиться их отключать, учиться быть хозяином своих эмоций, то есть использовать астральную энергию для назначения. Есть такая форма медитации, именно астральная медитация, потому что работа с чакрами – это тоже, ну это немножко более высокий уровень. Есть астральная медитация, есть ментальная медитация. И прежде чем человек перед какой-то высшей формой, он вынужден будет пройти через эти ступени. Если он пытается прорваться дальше, например, и заниматься, например, идет дальше, ну, предположим, уходит какие-то более тонкие слои, запускает, предположим, картинки, с чего начинается медитация новичка. Он успокаивает свой ум, входит в хорошее состояние, накопил энергии, у него пошли картинки. И он начинает что-то с этими картинками делать. Что делать с этими картинками, он не знает. Он смотрит, он развлекается, он ищет в этом какую-то природу. Но по сути он как маленький ребенок, который с ним играет. Если человек прошел практику работы с эмоциями, с астралом, астрал является энергией, которая подпитывает его медитацию. Эта энергия уже больше не расплескивается, и как только человек начинает делать какое-то действие, этот астрал направляет и усиливает его намерение. Если человек управляет менталом, и мысли в этот момент выключены, но если человек уже не занимается ментальной медитацией, то ментальное тело тоже начнет его поддерживать. То есть это как механизм, который автоматом, при запускании какой-либо программы, начинает поддерживать основную запущенную программу. Но это что-то вроде того, как в компьютере работает какие-то программы, и процессор их поддерживает. Если работает куча программ, то процессор вынужден поддерживать все программы. И на какую-то основную программу будет выделяться энергия, но он будет себя тратить. То есть теряется мощность, и выполнение работы затягивается во времени. Разница компьютера и человека в том, что компьютер хотя бы последовательный. А человек по своей природе склонен губы гулять, играть. То есть пока ваш ум не стал цельным, он всегда будет играть. Он всегда будет бегать между разными образами, попытка увидеть что-то новое, что-то интересное. По своей природе ум, он, простой человек, он ленив. И ему, уму лень выполнять какую-то работу, которая выносит какой-то дискомфорт. То есть и ум сразу ищет, что сегодня будет самое ценное, самое красивое. Самое ценное и самое красивое, это то, что он видит в первый раз, как правило. Первое впечатление, оно подсознательно вызывает человеку вспышку эмоций, то есть в какую-то позитивную энергию, вспышку. Человек постоянно ищет эту новую вспышку, от вспышки к вспышке, от вспышки к вспышке. То есть это путь до тех пор, пока эти вспышки настолько ему не прельстятся, что он решит успокоиться, пробовать что-то нового. Либо он будет искать еще более ярких впечатлений. Это как, например, человек, предположим, очень богатый человек, ну, украл там кто-то денег, стал миллиардером и начинает развлекаться. Покупает себе машины, квартиры, виллы, там ходит в казино и так далее. В определенный момент ему это все надоедает. Он начинает пить алкоголь, курить. Этого со временем становится мало. Это перестает ему, скажем, давать то удовольствие, то эмоционально радостный всплеск, который происходит в первый момент. Он начинает использовывать наркотики. Наркотики – это очень мощное, очень опасное средство, которое будет до определенного момента его ввести. То есть обычно для среднего человека наркотик может ввести до самой смерти. Поскольку, например, наркотик он приоткрывает на короткий промежуток времени возможность человека проходить в тонкие миры. Но ценой того, что он съедает ресурс, накопленный, возможно, тысячами жизней. Человеческий ум будет играть в эту игру до бесконечности. Если это человек заметно выше среднего уровня развития, то медитация даст ему, например, вдохновение. И в правильный момент он примет решение от наркотиков избавиться. То есть, возможно, та вспышка, которая была умерена от наркотиков, хотя она и была опасна, от него какая-то польза будет. Но это, к сожалению, подавляющее меньшинство, может быть, несколько процессов. Когда вы медитируете вместе с женщиной, женщина, скорее всего, будет делать медитацию на инской природе. Но если ваша женщина тоже сильно янская, то, скорее всего, вы достаточно, вроде, мягкий человек. Потому что всегда в семье существует баланс. Чтобы два сильно активно человека уживались, это происходит редко. Бывают, уживаются мягкие люди, но зачастую это бывает большая проблема, поскольку они устраиваются в жизни болота. То есть, система, которая никуда не движется. То есть, мужчина в семье должен быть активным, женщина должен быть мягкой, восприимчивой энергией. То есть, инь и янь создают баланс. Бывает такая ситуация, когда женщина сильно-сильно активная, да, и вынуждена она ищет себе мягкого, добродушного мужчину, который создал баланс. То есть, получается, тут более тонкая игра инь-янь. То есть, с одной стороны, янь должен быть мужчина, но этого яна немножко поменьше, да. Но он умеет быть мягким, то есть, выражать ту же самую иньскую природу. Ну, в чистом виде, да. А тот яна, который не хватает у мужчины, выражает женщина, да, поскольку, ну, по каким-то причинам у душа имеет такую энергетику. То есть, все равно баланс создается. Во время медитации, опять же, будет происходить эта балансировка. То есть, ну, в данном случае, женщина будет этот янский аспект вносить в медитацию мужчины на полевом уровне. Причем имеет, конечно, определенное значение расстояние полевое. Только у каждого человека есть аура, да, какое-то расстояние. Есть, например, КАБА, которая побольше, да. Когда ваши поля соединяются, то есть, на энергетическом плане создается общий кокон. Если ты когда-нибудь не слышал никогда, что, например, когда два человека, вот у них коконы. Вот раз кокон, два кокон. Если они садятся на каком-то расстоянии, идет соединение коконов. То есть, общий кокон по биоэнергетическому потенциалу, он больше всегда, чем два отдельного кокона. Более того, когда собирается, например, балансное состояние людей, и ньянс, общий кокон, включает уже принципиально новый уровень энергии. В астрологии его называют энергией Плутона. То есть, когда можно определенные процессы усиливать до каких-то там огромных размеров, когда, например, можно на уровне медитации открыть какой-то канал связи, ну или нет, с Богом, то, по всяком случае, выход в тонкий мир. За счет вот этой коллективной энергии этот канал поддерживает. Ну, конечно, при условии, что этим каналом управляет маг. Потому что если маг не управляет, то это как бы будет психическое бессознательное общество, и оно может быть опасно. Этим, к сожалению, сейчас пользуются черные маги, но они не всегда этим пользовались. В идеале, когда, например, идет медитация, если ты когда-нибудь придешь к какому-то учителю, и учитель собирает, например, себя в зал для медитации, то учитель так балансирует энергию учеников, чтобы обязательно был баланс. Если у кого-то чего-то не хватает, учитель привлекает нужную энергию, этот баланс создает. А вообще, мудрые люди даже специальным способом сажают людей в зале, чтобы они как бы создавали некий энергетический цветок. То есть, мужчины балансировали женщин, женщины балансировали стихии. Если, например, это происходит практика работы с огнем, то, включая нормокротик огня, садятся люди, которые по своей природе янские. Эта янская энергия в первую очередь проходит через них. Потом садятся люди по биоэнергетическому принципу. Например, если вы работаете с водой, какая-то практика, например, магическая работа с водой, например, с фонтаном, с учеником, нам нужно сажать людей инских. То есть, эти люди будут поддерживать баланс на уровне этих энергий дальше, чтобы садиться опять для балансировки. Это уже я немножко вам рассказываю работу, наверное, профессионального мага при работе с медицинской группой. В принципе, каждый маг, каждый волк, эти вещи знает они для него, как для нас, математики, таблицу умножения или умение считать до 10. Это, опять же, вопрос вот этого баланса. И если, например, некоторые, например, учителя, они людей специально не рассаживают сами, то есть, они на уровне канала сами начинают эту энергию балансировать. А вообще, в идеале, чтобы было проще, людей рассаживают. Я этот момент озвездил тогда, когда участвовал в определенной практике, связанной с медитацией с огнем. У огня посадили огненные знаки. Зачем обязательно у огня сажать представителей огненных знаков, ну, с точки зрения астрологии? Посадили бы воду, да? И воды у них, этого огня не хватает даже лучше. Потом понял, что эти водные знаки, они этот огонь балансировать не смогут, потому что огненные знаки, они лучше всего воспринимают эту энергию, и когда через них прошла эта энергия, то, что из них будет выходить, потому что огонь – это плазма, да? Но это природная энергия. Причем эта природная энергия станет человеческой, ее нужно переработать на человеческий уровень, то есть зарядить им астрал, зарядить ментал, зарядить эфирку, ну, и остальные тела, если человек может. То есть огненному знаку генетически это легче. Если посадить вокруг огня представителей огненных знаков, то они этот огонь, ну, я имею в виду людей, которые занимаются медитацией, связанной с этим. То есть не просто люди развлекаются. То есть они эту энергию отфильтруют и перейдут на человеческий уровень. Те, кто будет сесть за ними, уже получат более сбалансированную энергию, которую можно взять. Так же происходит во время медитации. И в идеале учитель, например, сажает людей особым цветком, где эти энергии балансируются. Например, в центр сажается самый сильный человек, в центре у кого самая сильная психика, самая большая энергетика. Особым способом люди балансируются. Как правило, по краям садятся опытные люди, а по предпоследнему кругу сажаются самые слабые ученики. Ну, это технические моменты, и тут много можно рассказывать. Но суть разговора в том, что это определенный баланс. То есть, если, например, так получилось, что и мужчины, и женщины, вот сошлись мужчины и женщины, да, по молодости, им по 18 лет, они молодые, горячие, оба сильные, яны. Если они будут вместе заниматься медитацией, то, ну, может быть, большой пользы от этого не будет. То есть, если только они не умеют успокаиваться, а в тот момент, когда они успокаиваются, то есть они входят в состояние ДН, уже вот эта природа, их генетическая природа, женская природа и мужская природа, ян эту работу выполнил. Если они умеют успокаиваться, это будет эффектом. Если не умеют успокаиваться, то это теряет смысл. У меня вопрос. Есть некое сожаление о том, что человек должен развиваться, и когда он на самом деле уже достигает какого-то высокого уровня, он уходит на оборот и не создаёт семьи. Вот чем это так обусловлено, то ли это религией как-то привнесено. И второй вопрос. Давайте этот вопрос помимо отвечу на второй, хорошо? Он вообще продолжение. Ну, потому что я сейчас отвечу на этот вопрос, и, возможно, я отвечу на всё остальное. Дело в том, чтобы человеку выйти на определённый уровень развития, он должен вести себя в определённое правильное состояние. Из правильного состояния сознания начинается сам путь эволюции. Что только путь эволюции, когда вы отключаетесь от условного и начинаете идти к чему-то более тонкому, совершенному. Всё нужно с концентрацией. Человек, который достиг какого-то, предположим, этого уровня, он хочет идти дальше. Чтобы идти дальше, ему нужен толчок. И ему нужна та ситуация, чтобы ему не мешали окружающим. Если это серьёзный мастер, то он это может делать в городе. Вот, например, как идея питерский йог Рыжов. Человек куда не уходил. Он всю свою жизнь прожил в семье и в социуме. То есть сильный человек, а рыба последних градусов. Сильная интуиция, уже огромный опыт, цикл пройденный. Плюс ещё есть яйнская энергия, такая я огненная рыба, что человеку достаточно непросто в этом случае. Я просто знаю по своей сестре, которая также является огненной рыбой. То есть включается сначала сила рыбы, потом включается огонь и он глушит способности рыбы. То есть балансировать человека на имя очень сложно. То есть ему надо быть эзотериком. Человек, который занимается духовной практикой, выходит на какой-то уровень, он хочет следующего скачка. И для следующего скачка ему нужны условия. Как правило, условием является тишина какая-то, то есть и отсутствие. Тишина не только на уровне звука, на уровне биоволн, но это и тишина на уровне психических волн. Потому что вся планета Земля, как говорила Робинда, это большой разбухший шарик нейтрально остальных энергий, который уже трещит по всем швам. Люди только, скажем, в эфир выкидывают, скажем, этих волн, что этот шарик уже трещит по швам. То есть в людях нет культуры, скажем, культуры мысли, нет культуры чувств. То есть они просто как маленькие дети играют в эти вопросы, выкидывая огромное количество энергии в бессмысленное пространство. Этот шарик блокирует сумятицы энергии, блокирует определенные возможности. Когда вы, например, выходите в горы, там энергия потоньше, и там этот шарик ослабевает. Появляется возможность, например, успокоиться и включиться в эти энергии. Человек обычно ходит, чтобы спрятаться. Если это человек сильный и мудрый, то есть ему прятаться не надо, то есть он может прийти, это делать в обществе. То есть он внутри общества может построить так соотношение, чтобы и работать. И общество для него, с одной стороны, будет как бы механизм, который показывает, насколько он хорошо практикует, он показывает его умения. Человек вышел на уровень мастера, то есть он на уровне мастера может менять не только свое собственное состояние, не только создавать баланс внутри семьи, но и может окружающих людей вводить в это балансное состояние. Вот если идет по улице профессиональный йог, и существует где-то скандал, если йог будет находиться в этом регионе долго, то скандал будет рассасываться на полевом уровне. Этот человек должен своими словами, своим поведением, своей энергетикой делать так, чтобы этого не происходило. Это для него тест. Как правило, у людей, проходящий такой опыт, свои программы обучения, и в зависимости от ситуации они могут выражаться и через конфликт. Например, человека толкают на конфликт, улкаши появляются, его задача, как мага, проявляя свои способности, это конфликт, прийти к такой стадии, что эти люди балансируются, то есть люди успокаиваются, и, например, им становится сытно, что они пьют. То есть для алкаша, это алкоголика, это программа возвращения обратно к более правильной жизни. Обычно люди, которые уходят, они пытаются спрятаться за этой борьбой, то есть им нужно достичь определенной внутренней крепости, чтобы продолжать эту работу. Как только они достигают определенного уровня, многие из них обратно возвращаются в социум, потому что для развития этот социум будет нужен. Им нужно будет, сталкиваясь с социумом, опять пройти тест, что они в действительности прошли, то есть свое состояние, свое умение, они будут проверяться в той или иной среде. Как правило, все люди, достигшие определенного уровня развития, то есть, если человек считается миссионером, это одна ситуация, как Будда, например, он с самого начала был миссионером, то есть он пришел в мир, то есть он жил среди людей, ему было хорошо, но он увидел страдания, хотел их справить. Ему нужно было уйти, ему нужна была просто тишина, ему нужна была тишина и спокойствие, которое социум не мог дать. Как только он достиг этого состояния, он социума вернулся. Но миссионеры, они могут не уходить из социума, обычно развитые души, они могут в правильное состояние сознания этого подъема достичь в самом социуме. Но для того, чтобы это сделать быстрее, нужна какая-то более безопасная среда. Кто-то уходит в монастырь, кто-то уходит в лес, кто-то уходит в глубокий дерево, чтобы их не будет доставать. Это, в общем-то, основная причина, почему люди уходят. Что касается семьи, если человек, на самом деле, развитый, то его генетическая задача это ставить потомство, поскольку его дети будут иметь более высокую, более тонкую энергию. То есть в этот мир могут прийти более развитые дети, которые могут этот мир исправить. Чтобы какие-то тонкие души воплотились, это очень хорошо писал Левашов. Нужна хорошая генетика. А у любого, в общем-то, духовно развитого человека, любого развитого мага, в Алфа, это как раз та самая генетика, которая нужна. Вопрос в том, что, исполняя свою работу, человек не всегда может сделать большую семью, но один, скажем, ребенок в Алфа может по своей социальной значимости стоить тысячи, миллионы, миллионы других детей. То есть ту работу, которую выполнить для социума. То есть не каждый, во-первых, практикующий это осознает. Но люди обычно уходящие куда-то для этой внутренней практики всегда обратно возвращаются. Но за исключением того случая, когда человек понимает, что его программа обучения на земле закончена, то есть он по определенным причинам не хочет продолжать свою революцию здесь, он может уйти дальше. И он тогда по собственной воле просто уходит. Есть люди, которые, например, знают, что у них есть какая-то обязанность перед родом еще опекать людей. Некоторые понимают, что работа выполнена, просто уходит. У человека всегда есть выбор. Есть выбор дойти до определенного уровня развития, остаться на земле и опекать остальных. Либо уходить выше и продолжать эволюцию дальше. Это личная ситуация, и как только вы достигаете определенного уровня, вы это решаете сами. Когда человек, например, если вы живете на земле, и на земле какая-то сложная ситуация, вы выходите на следующий уровень, к вам могут прийти, предположим, в кармичке своей и сказать, ребята, очень много работа на земле, не хотел бы ты еще поработать в качестве учителя. Либо остаться в этой жизни, либо родиться в другом месте. И он становится уже не просто человеком, на него начинают работать эти системы, то есть у него заключаются контракты, у него определенные возможности. Как только человек пройдет этот цикл обучения, то есть он когда выполнит свою работу, то есть когда он будет уходить с земли, у него есть заслуги, то есть когда он выйдет, предположим, ну, предположим, он вышел в тело ангела, то его будут также на тонком плане опекать существа высшего плана, как он опекал людей. То есть у него программа Дхарма начнет работать по большей скорости, и возможности его личной эволюции тоже будут больше, поскольку он часть своей жизни эволюции тратил на людей. Чем вы поднимаетесь выше, чем вы понимаете, насколько большая ответственность ответственность человека за близких людей, которые являются, в общем-то, отражением его самого. То есть в природе Бога все люди являются представителем выражения энергии Бога. То есть все люди являются частичкой одного целого. Чем вы выше поднимаетесь, тем вы это глубже осознаете. Человек, который уходит из леса, в леса или прячется, он прячется просто от ситуаций, в которой ему сложно практиковать. И если эта сложность, она настолько тотальная, что ему не справится социум, он прячется. Но как только он выполнил работу и вышел на нужный уровень, эти люди практически всегда возвращаются. Но за тем исключением, когда человек понимает, что выбирает тот путь, что ему пора идти дальше, и он по тем или иным причинам не хочет, не может заниматься воспитанием других. но это свободный выбор человека, то есть и выйдя, например, в более тонкое тело, он может продолжить эту работу, но будучи ангелом. То есть в принципе, поднившись наверх, у него тоже будет программа обучения. Скорее всего, она будет связана с помощью обучения людей. Ну, например, в теле ангела. То же самое работа. То есть пока мы находимся на планете Земля, мы предоставлены сами себе, и мы занимаемся процессами выживания. более или менее. Когда стал ангелом, программа выживания уже не работает. В тебе включается работа, например, саморазвитие, и часть этой работы это воспитание кого-то. То есть воспитание детей, которыми является человечество. То есть программа ухода такого, предположим, такого святого, предположим, просветленного. Были дети у Рада Мира? Насколько я знаю, были. И не один, даже двое или трое. Трое. А вот все святые, которые признаны христианской церковью, у них нет деток. Но не забывайте, что они были на поле бой, на войне. Им просто, знаете, представьте, что идет война. Христианство захватило власть. И жесткач идет. Такой жесткач, что уничтожаются все хорошие носители генетики и уничтожаются знания. Ему нет возможности заниматься семьей. Ему надо выполнить эту задачу. Семья же тоже требует определенных усилий. Почему он и в этом плане Левашов не имел семьи? То есть, когда ты находишься на линии огня, там уже не до семьи. Поэтому многие из них по этой причине не имеют семьи. Нет возможности. Основная стратегическая задача, есть важные тактические задачи. На тактической задачи не хватает ресурсов. И второй вопрос. Скажите, почему на проект реконструкция нужно именно семейная пара идти? Ну, этот вопрос ближе к Лене, но я могу на него ответить. Или они против? Семейные или одинокие, так скажем? Дело в том, что... в клетке, например, одних красных телецов по норме, ну, я немножко фантазирую, одних телец, телецов, каких-то... Ну, в человеке есть лимфа, да, и кровь, да, и на рлимфа должно быть определенное количество процента и крови. А теперь представьте, что лимфа стала в три раза больше, а кроме в два раза меньше, да, то есть дисбаланс, который организму не нужен и, скажем, который не даст возможность организму выживать. В клетке также есть такой же баланс. И в этом балансе все механизмы должны быть прилить на одном уровне. То есть если одни частицы сильно, как бы, отличаются, то они создают дисбаланс. То есть в семье... Семья – это одно поле. То есть и в одном поле существует, как бы, ну, общая программа и общая энергетическая ситуация. Например, если муж очень-очень хороший, чистый человек, да, у него есть отношения с женой, да, то есть все, что есть в жене во время пренитивных отношений, во время длительного общения, во время каких-то каких-то процессов, которые предусматривают обмен энергии. Происходит процесс обмен этих энергий. Если мужчина, предположим, или женщина, это не важно совсем, это условностями, кто находится на более высоком уровне развития, он чистый, да, у женщины, предположим, проблемы, да. То есть проблемы, которые есть у женщины, будут ставить мужчину в невыгодное положение. То есть, во-первых, мужчине будет неинтересно, его энергетика будет падать, взять у него, у женщины нечего, то есть отдача может много, взять ему нечего. Это как, знаете, вот есть баланс в природе, да, если, ну, я условно говорю, то есть если вода испарилась, да, должен выпасть дождь, да, представьте, что она все время испаряется, никогда не падает дождь. То есть один сосуд истощается, то есть и нарушается баланс. То есть если один из членов семьи занимается развитием, он поднимается в саморазвитии, он становится чистым, он становится насыщенным. Второй не занимается, он находится на другом, другом уровне. То есть у него проблемы, у него болезни, то есть то, что весь днем начинает работать на этого человека. То есть по факту, будет такая проходительная ситуация, это вроде как один алкаш, неработающий, я так грубо говорю, да, алкаш неработающий, синюшник, тунеядец, да, второй, это тот, кто, ну, все делает, да, то есть это будет тот, который алкаш, будет воровать того, кто работает, все ресурсы пропивать их. То есть выполнена огромная работа, да, квартира, вы представьте, что вы семья, да, построена квартира, сделана хорошая отделка, куплена, там, предположим, мебель, куплена холодильник, да, алкаш там за неделю все это пропьет. Вот на уровне энергетики в такой семье будут те же самые эффекты. То есть на месте женщины может быть мужчина, на месте мужчины может быть женщина. Мало того, что у меня такого мужчине эта женщина будет неинтересна, то есть сам смысл существования семьи, он становится бессмысленным. Сходятся два человека, которые по своим уровням приблизительно равны. Там может быть какой-то дисбаланс, там у одного чего-то больше, у другого чего-то больше. Так всегда существует. Если у одного уровень 100, у второго 2, то того, у кого 100 просто неинтересно. У кого 2, да, 2 уровень 2. Ему, конечно, интересно, хорошо, но второму это не нужно. То есть это происходит и социальная несправедливость, и кармическая несправедливость, и чисто человеческая несправедливость. То есть тот, кто будет наращивать себе этот потенциал, он будет просто вороваться. Причем это происходит на энергетическом уровне. Мы с этим сталкивались уже несколько количеств раз. То есть там, предположим, жена занимается этим практикой, она чистится, берет потенциал, проходит ночь, интимные отношения была на конструкцию украдена, просто разрушена. То, что женщина наработала себе какие-то способности в чувствительности, научилась чувствовать пространство, научилась, например, предвидеть будущее. С такого обмена энергии мне накидали грязи, эти конструкции были украдены паразитами, и они, скорее всего, даже обычно не отдаются, предположим, этой женщине, той женщине, просто они воруются астральными паразитами. И таких случаев было много. Нет, было ни одного случая, чтобы вот этой проблемы не было. Один человек работает, и его работа коту под хвост. Это вопрос технический, и потому что, например, мы ненавидим тех, у кого муж или жена сильно отрывается в развитии. Просто технически получается безмысленность. Но это можно также сравнить, что вы поставите, например, машину, да, машину поставить на тысяч киловатт двигатель, и там длины колеса от старенького запорожца. То есть, эта машина, она попадет в аварию. Так и семья это попадет в аварию. Во-вторых, ну, представьте, что вот эти люди занимаются, скажем, у них есть отношения, и создается ребенок, да, у одного энергетика очень высокая, тонкая, у второго никакая. То есть, кто в этой семье родится? То есть, как бы высокоразвитой душе не родится, потому что есть дисбалансы, предположим, по матери. То есть, алкашу тоже не родится, потому что энергия, которая есть у отца, она не позволит это будет защитить. То есть, энергетические всплески будет сложным. Если родители приблизительно на одинаковом уровне, то все, что происходит в них в отношениях, это баланс. То есть, и то, что выполняет, если какую-то работу выполняет один, то и другую работу выполняет другую. То есть, они являются, как бы, механизмом взаимообмена. Если у одного баланса нет, то один ворует, другой работает. То есть, один проработал, создал свое будущее, а второй проработал, создал свое будущее. Вместе они создали общее будущее. Это вопрос чисто технический. Мы пробовали брать людей в этом случае, когда, предположим, женщина в семье очень стремится, а муж просто, как говорится, социальное животное. Происходило в том, что жена выполнила работу, то есть, ей на полевом уровне что-то поставили, то есть, ее почистили, да. Прошло там три месяца и вся эта работа к отцу под хвост. И знаете, вроде того, представьте, что вы ювелир, да. И к вам приходит человек и просит вас сделать как что-то уникальное. То есть, вы месяц работали, там получили день, сделали украшение, а на завтра это украшение, там кто-то взял, повесил его на ветку и стреляет в нее из ружья. Что вы будете чувствовать? Чуть бессмысленности. Ваше время проведено зря. Вы зря это создавали. Вот это наша такая же работа, когда берется в семью два человека, у которого кто-то не хочет заниматься. Это правильно то же самое. Мы работали, в принципе, зря. По моему опыту, огромное количество семей, ну, приличное количество семей, ну, большое, да, где разводятся пары, да, когда кто-то один из членов семьи занимается развитием, а второй человек готов жить как социальное животное. Когда они сходились когда-то давно-давно, они были приблизительно одинакового уровня, и это не имело значения, да. Либо была такая ситуация, что кто-то начал заниматься, а кто-то ушел в социум. В целом ситуация происходит именно так. Зачастую бывают случаи, когда женщины бросают мужчин, вынуждены бросать мужчин. Бывает ситуация, когда мужчины вынуждены бросать женщин. Ну, последнее, что хочу сказать, что у вас в жизни есть возможности, то есть возможности развиваться. Если вы развиваетесь и тратите свое время, свою энергию, свои силы, свои духовные силы, душевные силы, удовлетворительное время, а потом кто-то этот опыт перечеркивает, ну, зачем вам это надо? То есть если мы берем человека-человек и подтягиваем, да, то есть мы, получается, стимулируем для вас вот этот бессмысленный путь. То есть мы выкладываем дорогу швабрами, вы пойдете по швабрам и делаете, да. То есть вы с одной стороны идете, да, с одной стороны пошли путь, с другой стороны получили швабру по голове. Ну, зачем это? Мы за это будем принести определенную кармическую ответственность, да, потому что мы разбазарим полевое оборудование, поскольку все конструкции, которые на вас ставят, все полевые системы, они как бы не берутся ни с пустоты. То есть на тонком плане, когда человек развивается, ему это устанавливается, то есть ему формируется эта система. Они на космосе, которые пронумерованы, у них есть свой номер, у них есть свое место, где они хранятся. И это не игрушка для использования. Если пришло время кому-то его ставить, то этот человек должен теми вещами пользоваться, ну, скажем так, бережно. Это вроде того, как вам по наследству, предположим, попало в какое-то народное достояние, там, картина Рембрандта, там, какая-то такая. Если вы эту картину Рембрандта будете использовать как подстилку во время еды, то есть эта вещь чисто техническая, чисто по технической стороны, она как бы бессмысленная. И она, с кармической точки зрения, она как бы, в общем-то, это проявление неуважения к существам, которые нам помогают, и в известной степени неуважения к человеку, которым занимается развитием. Поэтому либо человек должен опускаться до уровня своего партнера, либо партнера подтягивать до своего уровня. Либо расходиться. Ну, либо расходиться, да. Это уже выстраданный опыт. И женщины иногда спрашивают, а что же мне делать со своим мужем или со своей женой? Я вот хочу развиваться, и что же делать? Посоветуешь что-нибудь, Григорий? Либо поднимать мужа всеми возможными способами, либо с мужем разводиться. Но нет других путей. Если человек не хочет развиваться, а вы хотите развиваться, что делать? У нас общий дом. Ну, если ваши детей будет воспитывать, предположим, отец, который не хочет развиваться, который пьет, который, предположим, курит, который ведет себя как социальный паразит или просто как социальная медуза. Понимаете, и развитие детей будет соответствующее. То есть, предположим, у детей есть какой-то духовный аспект. То есть, такой потес такой аспект притормозит. Я понимаю, что когда семьи расходятся, это огромный стресс для детей. То есть, детям нужен как отец, так и мать. И всегда, когда люди расходятся, это огромный стресс, это беда. Но по факту беда будет еще больше, если у ребенка есть возможность для роста, а этот отец этот рост заблокирует. И уже не говоря о том, что если у вас, предположим, есть стремление к росту, а с этим человеком этот рост невозможен. То есть, вы готовы пожертвовать, например, своим духовным ростом, своей эволюцией ради социальной стабильности. Потому что, в основном случае, брак является уже не высшей идеей, то есть, не клеткой богочеловечества, а просто социальной структурой. Ради своего социального статуса вы жертвуете самим принципом, смыслом вашей жизни. Еще иногда говорят, что я уже с ним давно не занимаюсь интимными. Их отношений у нас нет, мы живем в разных частях дома. Вот почему нельзя взять меня на реконструкцию? Но я, тем не менее, замужем за этим человеком, допустим, по причине того, что есть общие дети. То есть, что делать таким, женщинам или мужчинам? И почему мы в этом случае не можем взять человека на реконструкцию, несмотря на то, что интимных отношений у них больше нет, но, тем не менее, они являются семейной ячейкой. Допустим, живут в разных частях дома уже лет десять. Ну, я могу сказать со своей стороны. Я, наверное, сказала бы со своей стороны. Своей стороны могу сказать, что если вы живете вместе, как семья, на полевом уровне, вы все равно остаетесь семьей. У вас нет интима, то есть, этот резонанс стал на порядок меньше. Но все равно он есть. Вы живете, во-первых, в одной квартире, вы много общаетесь с этим человеком. То есть, пока вы являетесь семьей, то есть, у вас с вами работает контракт на полевом уровне, и все равно этот обмен происходит. Он намного меньше уже, если уже этих отношений нет. Но все равно это происходит. Вы часто вместе общаетесь. То есть, все равно этот энергомент существует, так или иначе. То есть, все равно этот человек имеет возможность на вас это проецировать. Вас защитить в этом плане становится проще. То есть, если вы все-таки живете в разных комнатах, если вы мало общаетесь, если, предположим, какого-то такого близкого общения нет, это намного уже проще. Понимаете? Если этого опыта не происходит, то почему вы считаете себя семьей? Даже когда люди, скажем, стареют, и может под 70-90 лет, все равно эта связь остается. То есть, у нас остается на духовном, на душевном уровне. Может быть, сакральный уровень уже не работает, но социальный, в известной степени, уровень работает, поскольку вместе живут. Но там можно понять, поскольку какие-то ресурсы исчерпаны, и там остаются только какие-то наставные. Когда этот ресурс есть, и он должен использоваться, а использовать его невозможно, то почему это является семьей? В чем смысл семьи? Семья – смысл, это, прежде всего, обмен ресурсами. Что есть у вас? Вы объединяетесь с человеком, у которого есть. У вас есть что-то одно, у него что-то другое. Вы обладаете одним качеством, обладаете достающим вам качеством. Соединяясь, у вас получается, скажем, некая система. Это вроде того, как собрать по деталям нечто, а вместе получится дом. Ценность дома всегда больше, чем ценность строиматериалов, разбросанных по периферии. Ну, это уже легче. С технической стороны все равно есть определенные проблемы, все равно есть какой-то резонанс. Со своей стороны, просто я не вижу смысла в таких семьях. То есть, если вы хотите, чтобы отец заботился о ваших детях, то он может заботиться о ваших детях, не будучи вашим мужем. Потому что он все равно остается отцом своих детей, все равно остается связь на генетическом полевом уровне, все равно остается карма, он может уехать на другую сторону земли, он может уехать на другую планету. Все равно это все остается. на полевом уровне связь может быть послабо же, на кармическом уровне она меньше не становится. С технической точки зрения для нас это полегче. Но все равно, если вы хотите развиваться, вам все равно нужно эту ячейку создавать. Создавать это для вашего ребенка, чтобы у него была полноценная семья, предположим, или приходит мужчина, который заменяет того человека, которым вы расходите. Ну, например, это как вариант. Ну, проблема меньше в этом случае. Вот, Лена, в свою очередь, наверное, если бы мы провели бы эксперимент, то тоже что-то нашли. Есть еще такой момент, что на кармическом смысле, в энергетическом, если мужчина является еще вашим мужем, он имеет некоторые полномочия влезать в вашу структуру. То есть эти полномочия, то есть это означает, он имеет полномочия влезать в вашу структуру, что-то у вас украсть. А может быть то, что-то, что он у вас украдет, для вас это следствие года работы. Именно поэтому, даже если вы живете в разных концах земного шара, но тем не менее у вас стоит штамп в паспорте о браке, мы не берем такие пары на проект. То есть мне нужно печать о разводе, и тогда я могу включать в вас проект реконструкции. Да, и намерение еще так как-то расходиться и не создавать больше подобных связей. Эти связи, да, у вас останутся, но... Потому что в этом случае человек не имеет права входить в вашу структуру без разрешения. А так имеет. Штамп в паспорте является разрешением для входа в вашу структуру и произведением действий, которые он сочтет нужного. А что там ему в голову взбредет, если он не хочет заниматься саморазвитием, превращаться из животного в человека, это одному Богу известно. Какие силы через него будут работать, тоже одному Богу известно. Ну, понятно, какие. Вопросы, пожалуйста. Сначала вопросы. Такой вопрос. При совмещении коконов, когда близкие люди медитируют с семьей, также увеличивается энергетика и расширяется Божественный канал, и образуется ли коллективное сознание при этом? Ну, если говорить о языком астрологии, Плутон еще не включится, но общий потенциал увеличится. Конечно, если ваши бабушки и дедушки уже с 90-х, и они еле живые, их трогать не надо, и пусть они не спят в своей комнате. Это исключение. Я вам как человек говорю, оставьте их в покое, и пусть они спят. Если они находятся в разумном способе, если они идут по духовному пути, то их задача также заниматься развитием, когда им стало 80 или 90. То есть, если они... Бывают люди, когда человек в 70-80-90, у него лучшее физическое состояние, чем у некоторых человек в 20. 20 лет был случай, какой-то известный австралийский натуропат, был 50 с чем-то лет, катался на доске на плавательный, упал, там утонул по глупости. А когда его вскрыли, у него внутренние органы были как у 20-летнего, даже очень лучше. То есть, человек... Да. Поль Брэк, по-моему, да. Или даже 90 лет, да, если что-то 50. Может быть, 90 лет, да. То есть, человек может быть и в преклонном возрасте, как это часто зачастую бывает у мастеров, говорят, что вот там мастер-цигун умер в 70 лет. Он в 70 лет умер, он имел, в общем-то, потенциал молодого. Там энергия закончилась, там ресурс закончился, либо забрали. Но в 90 лет от того, что он медитирует, он усилит поле вашей семьи в соответствующем количестве и создаст определенный прецедент, чтобы это все происходило лучше. Если какой-то член вашей семьи уже по определенной причине не может заниматься, у него какая-то сильная болезнь, например, да, то есть, у него рак. Если у него рак, то, конечно, как бы не стоит брать его в это коллективное поле, потому что, если вы чувствуете, что вы не вытягиваете, бывают такие случаи, когда у кого-то из членов семьи какие-то очень серьезные проблемы, но очень-очень серьезные проблемы, тогда его, конечно, лучше убрать из этого общего коллективного поля, пусть он это делает отдельно. То есть, поле связи, она все равно останется, но в этот самый большой, ну, в самый энергетический кокон, его убрать нет смысла, потому что то количество демонических существ, которые в нем живет, оно как бы будет вашей медитации как бы мешать. То есть, если это сильно больной человек, если это уже до безобразия старый человек, то, конечно, это не нужно, то есть, его стоит убрать. Но это вроде того, как если вашему ребенку, там, 3 месяца, то, конечно, он с вами медитировать тоже не будет. Вы можете его с собой взять, но он как бы участвовать в этом не будет. Ну, если, конечно, не пришел маленький Будда, он спокойненько спать в кроватке, если он будет рядом с вами, и вы будете медитировать рядом с вашим ребенком, то, когда он вырастет, он сам начнет заниматься этой медитацией. В болевом уровне он захочет это сам. То есть, в нем наработаются те качества, которые вы себе наработаете отчасти. Это исключение из правил. То есть, конечно, не есть. Я просто предполагал, что вы эти вещи понимаете. Ну, да. Я просто хотел уточнить. Например, вот пара занимается духовным развитием, стремится именно к просветлению. То есть, ей проще достигнуть просветления, когда они вместе, совместно усиливают, как бы создают общую энергетику, канал. То есть, достигнуть просветления и прочее. Не только, чтобы это целый лекций выросло, конечно, будет легче. Благодарю. Просто вот на эту тему, когда бывают люди, ну вот, вместе с ними живут уже 10 лет, они могут разойтись. Вот по сути у человека два чувства основных, это страх и любовь. А остальные промежуточные, как бы. Вот. И получается, человек, если развивается, ну, не будем там в высокие материи лезть, то если то в любви живет, в нем страха не будет никогда. Он будет знать, что делать, как делать, с кем жить, куда идти. А если нет любви, то начинается вот это. И бывает, люди, они говорят, вот, а как же у меня муж, вот я уйду, а как я буду жить, а вот не на что мне жить будет. то если любви, то всегда будет уничтожить, ну, то есть Бог даст и работу, и средства, и все будет. Вот. Если страх, то вот начинается вот я мучаюсь, но я живу, а то без мужа, там, я пропаду, там, и вот это вот начинается на двух стульях и хочется, и колется, вот такое состояние. То есть таких вот людей ты встречал периодически, как я понимаю? Да, ну, то есть, у меня как бы свой опыт. Ну, то есть от этого развития, видите, человек разумный, это начинается нахата уже, правильно? А там любовь, то есть по-любому ты имею любви, ты никуда не пройдешь. То есть ворота, это любовь. Если эти ворота прошел, уже верхняя чакра, ну, то есть путь открыт к ним. А как ты разовешься, не разовешься, это уже другой вопрос. То есть любовь, это как бы ключ, ключи, ну, то есть это высшее уже измерение. И поэтому, когда начинается вот это вот, а если, вот уже сомнение, это уже страх, и все уже закрыто. вот, то есть тут, вот оно как раз низ, это страх, вверх. Я думаю, Володя, ты конкретно встречал, наверное, таких людей, которые себя именно конкретно так вели, и, наверное, в своей жизни этот страх заблокировал, наверное, дальнейшее развитие. Я думаю, что ты, наверное, этих людей именно встречал, которые жили по этой позиции. я встречал, и я сам все это прошел. у тебя есть личный опыт? Да, да, конечно. Ты это подтверждаешь уже имеющиеся правила? Да, и поэтому вот такие разговоры, ну, то есть человеку, значит, еще надо работать, работать, то есть, вот, ну, значит, он это еще не прошел. Я хочу буквально два слова сказать вот на эту же тему. Бывает такая ситуация, когда кто-то в семье берет на себя основное духовное начало, то есть, кто-то больше этим занимается. То есть, жена занимается, ну, предположим, много, а муж не очень много, то есть, но он обеспечивает материальное. Но обязательно муж должен заниматься этой духовной практикой. Предположим, большая семья, да, я так фантазирую, 10 детей в семье, да, и один член семьи, например, больше занимается материей, другой человек больше занимается духовностью. То есть, поскольку в семье есть, нужно решать и те, другие задачи то есть бывает такое что например там тому но предположим у жены там плюс 10 духовный урок да у мужчины плюс 4 но не оба целенаправленно работают а поскольку есть например задачи решать и материальное да а материальный мужчина справляется в 10 раз лучше не смысла это материальное положим вешать на женщину такие бывают исключения но факт в том что оба сильно стараются то есть они являются как будто одним целом то есть как в организме например сердце решает одну задачу до печень вторую там кости третью если так можно выразиться там у костей то материальная задача да там у сердца духовная задача но они являются одним целом и в этом плохого ничего нет конечно когда разница будет там один к ста будет дисбаланс в энергетике это да но в целом в таком случае ну если можно так сказать на некоторые исключения но это исключение не принципиально а это исключение не несколько качественное когда один человек например очень сильно работать бывает такое что например вот вы сошлись вместе да там мужчина стал современным потом предположим мастером тогда а женщина просто интерес и эзотерика и работает но ей ей по своему статусу у нее хорошее душевное качество она годится для мужчины как партнер мужчине смысла менять партнера на связи с определенными обстоятельствами женщина тоже развивается она в своей жизни она мастера возможно никогда не станет такие браки возможно эти мужчины достаточно этого уровня отношения это возможно но оба работают оба стараются будут по одному пути то есть это резонанс в целом есть такие вещи возможно это как бы если можно сказать но условно говоря исключение но все равно внутри то семьи все равно внутри семьи все равно он выполняет задачу все равно соответственно он может отдыхать но на духовном плане это человек отравляет определенным статусом то есть просто на духовно психическом духовно психическом уровне идет наращивание каких-то тел идет наращивание и духовный опыт получается например не от жесткой борьбы от того что душа получать некий другой потенциал то есть это идет скрытая какая-то форма развития когда души какой-то жизни отдыхают до прошлой жизни например ты был царем в этой жизни ты просто художник на в этой жизни ты художник то есть но в принципе процесс как таковой происходит на немножко другим способом и полюбота это ну таких людей принципе сразу видно но это опять же не является напрямую исключением из правил потому что все равно партнер твой будет соответствовать тебе все равно по определенным параметрам я следующий вопрос вот если был семейный бизнес и были вложены определенные ресурсы энергетические в этот бизнес и по определенным причинам как бы семья распалась вот эта энергия которая была вложена то есть она все она потрачена или она как-то балансируется она забирается что происходит дальше с этой энергией технический вопрос куда бизнес ушел туда ушла энергия кто бизнес управляет отправлять этой энергией то есть если там паразитируют но вы сделали машину вместе собрали на отдали другому человеку но вот он это машина и пользуется то есть я отдала свой ресурс отдал свой ресурс да а забрать можно договоритесь договорить их и можно а на тонком плане нет но если у вас есть на это право то попытаться можно своего рода война кто там отдаст стойки 2 чек разошлись как правило там по каким причинам еще разошлись какие городе блок нашими по тонком плане можно стать предпосылку чтобы вам в этом посодействовали но если вы сумели создать бизнес то вы должны научиться и что-то из этого бизнеса вернуть поскольку это ваши человеческие отношения если у вас это украли например вас отняли это то есть это можно вот на магическом уровне пытаться вам помощь вернуть для этого в общем то и существует магия вообще конечно ты ты существу это программа существует на уровне договора вот если по имеющейся во семье договора вместе сделали да потом разошлись вы должны разделить если вас не хватило разумности разделить правильно честно например да например то есть можно пытаться потом договориться если вы реально заработали какую-то часть от я дали больше то есть можно передоговориться и на тонком плане можно в этом плане в известной степени помочь в принципе это возможно то есть аспекты определенные если вы это заработали то вы в принципе праве то потребовать и на тонком плане как бы это магическое можно вам посодействовать в общем для этого отчасти маги тоже существует на виду белая магия а если сейчас бизнес этот рушится он разрушается но если вы отдали кому-то машину которая начнет разваливаться что вы отдали она разваливается если она плохих руках она совсем развалится если заберете вовремя не развалится в этой технический вопрос ну а это энергия то есть ну ну да энергия пропадет то есть все но у тебя послали построили снежную бабу да пока она в вашем холодильнике она живет отдали его там вашу соседку мальчишка поставьте нарастанного это технические технические моменты если ресурс попадать плохие руки он рано или поздно будет растрачен то есть это моя жизненная энергия которая уже но даже сколько-то времени потеряли сил потеряли своего внимания то есть вашего времени то чтобы что-то создать в это вкладывались и психические интеллектуальные способности свое время то есть ресурсы проинвестировали соответственно то конечно но она была вложена ваша если это это потом вы не контролируете пола и плохие руки она будет разрушаться с чего же это еще частично того человека я нужен тоже участвовал но как чужину еще и вы вкладывали свое тут свое то ваше там осталось а есть такое мнение что энергии много и и в принципе можно черпать сколько угодно но не совсем так не совсем так не создать так потому что если бы то есть у творца достаточно у творца достаточно у творца достаточно энергии чтобы реализовать любой ваш духовный проект ну вам дается столько энергии сколько вас вы заслуживаете сколько вы способны реализовать дана энергии вы растратили и еще на 5 или вы занимаетесь йогой да вам дается энергия на развитие тела будьте дальше на все еще будет больше даваться вот эти вам дается энергия а вы никуда не деваете то есть вы его транжирить вам давайте просто не будут представьте что у вас есть например вы купили себе предположим трактора он не может работать зачем он такой трактор только только есть там налоги есть там бензин есть то вот зачем он такой трактор подавите и выкиньте как появилось пиво как появилось пиво это хороший вопрос пиво это старый продукт и пропива это изобретение демонической системы есть существа которые живут и цели к жизни это развитие а есть существа они были тоже придуманы богом но они противоположны их задача поедать ресурсы тех кто их создает и тем самым они заставляют тех кто вот что-то создает учиться что-то бороться когда человек борется он обретает какие-то качества пиво было создано как как элемент чтобы у людей забирать их ресурсы например как сделать человека управляем есть какой-то человек например который честный сильный хороший и он не хочет никому отдавать свои чисто заработанные деньги он хочет тратить на свою семью на своих там родственников на своих друзей чтобы забрать эти деньги . испаивают да когда чек испаили можно уговорить обмануть и одних из этих таких веществ которые с помощью которого это делается это пиво в пиве существуют наркотики а когда чем принимает наркотики он перестает быть адекватным он становится как такой ребенок который очень получив очень глупый своенравный и ничего не хочет делать и взрослые бывает в таких детей превращаются которые не хотят ничего делать но хотят все получать и пиво было специально придумано чтобы делать из хороших людей плохих если человек пьет пиво то он как бы теряет все хорошее что в нем есть постепенно пиво это не самая опасная вещь но тоже на опасно к сожалению пока ты люди начали курить как люди начали курить но с курением приблизительно та же самая история ты знаешь что на самом деле сигареты ну как бы придумали индейцы которые жили в тропических лесах они нашли какую-то траву они не знали что это за трава но они поняли что запах этой травы вводит в них определенное состояние они складывали траву большие костры поджигали и вот на эту траву скажем так какие-то обряды проводили но они делали время от времени и может быть не очень сильно злоупотребляли а потом появился плохой человек который узнал который взял эту траву и решил использовать ради своих своих идей он хотел также скажем так получить те деньги которые не зарабатывали вот сигареты придумали именно вот как бы как бы индейцы а сами сигаретки когда ты когда-нибудь видел это уже это тот человек который приехал к индейцам вот он взял эту травку сделал из него какие и трубочки которые было удобно было бы удобно продавать потому что ты понимаешь что люди которые живут в городе они не будут посередине квартиры засладать такой ковёр из табака поджигать и дышать этим для этого они придумали такие трубочки то есть маленькие такие палочки с помощью которой человек травится если бы еще эти трубочки делали из лекарственных трав которые бы лечили человека было бы хорошо а тот человек который эти травочки придумал он просто хотел зарабатывать деньги не задумываясь о результате а любой продукт который человек хочет сделать для других он должен быть полезен и не мешать То есть не разрушать человеку ничего хорошего. Ответить на мой вопрос? Может, у Лизоньки есть вопросы? Как ты будешь начать его кушать? Приложена та же самая история. Та же самая история с алкоголем. То есть алкоголь такой же продукт, когда он попадает в человека, то есть начинает человека разрушать. Алкоголь, он воздействует так на человеческий мозг, что человек в первое время чувствует приятные ощущения, но как бы обманывает человека. Человек не чувствует, что с ним происходит. Знаешь, как собачка или кошечка, при этом что-то подъесть, она приходит и нюхает. Она нюхает для того, чтобы определить, что на самом деле там у нее за еда. Если еда правильная, то от любой еды идет запах. А этот запах говорит, что же на самом деле внутри этой еды. И на уровне природы собачке за много-много лет эволюции исправился аппарат, который определяет вот это то, что испаряется. Это хорошая еда, вкусная, невкусная, полезная, неполезная. Собачка никогда не будет есть, если это отравленная. А водка это такой элемент, что когда человек выпивает, он не может понять, что это такое. В первый момент у него идет выброс энергии. То есть определенное вещество, попадая в мозг, вызывает такой приятный эффект. И человеку хорошо. То есть хорошо от того, что там у него сосуды раскрываются, что-то еще. Там проходит совсем немножко времени, и сосуды еще больше сжимаются. Умирает внутри... Тело умирает в определенной клетке. Но человек не чувствует боли, потому что в мозге нет определенных органов. Ему кажется, что это хорошо, а на самом деле человек умирает. И вот так водку придумали, чтобы тоже людям делать плохо и зарабатывать на этом деньги. Водка это не такой продукт, который предназначен для питья. Если ты хочешь быть красивым, молодым, успешным, хочешь быть творческим, изобретательным, чтобы в твоей жизни построить хорошую семью, чтобы у тебя многое в жизни интересного получилось, то нужно всеми возможными способами избегать таких бяг, как сигарета, как водки. Это все является наркотиками. Есть такие наркотики, которые такие явные, а есть такие наркотики, которые скрывают. Например, говорят, что сигареты – это просто для удовольствия. Кстати, кофе тоже является наркотиком, слабеньким этим наркотиком, но приятно на вкус, но если человек будет его пить, он будет болеть. А все, что человек должен есть или пить, оно должно быть от природы, то есть оно должно быть полезным. То, что для нас создало природа, оно дает нам силы от того, что мы едим и пьем, у нас больше жизненной энергии, то есть от того мы заряжаемся. А еда, которая не настоящая питье, которая плохое, она создает ощущение, что оно вкусное, но на самом деле она делает нас слабыми, больными и делает нас жить хуже. Их надо обязательно избегать. Нужно научиться определять. Нужно определять, какая еда полезная, какая неполезная. Ребенок-близнец, и для него просто считаю, что это очень правильное умение разговаривать, задавать вопросы. Это его способ общаться с миром. Еще есть вопросы у тебя, Архип? Задавай смело. Есть вопросы? Еще спрашиваю. Как появились люди? Люди... Есть несколько разных версий. Есть версия того, что люди когда-то даны им давно были биологической клеткой. То есть клетка, она развивалась, то есть она также сталкивалась с условиями окружающей среды и старалась становиться лучше. И она развивалась, пока она однажды не превратилась в какой-то маленькой червячка. Потом червячок, занимаясь развитием на своем уровне на природе, стал однажды насекомым, потом насекомым стала птичкой, птичка стала животным, а потом животное стало человеком. Но некоторые говорят, что человека создали сразу, что Бог решил сразу создать человека к существу. Есть такая тоже версия. Есть версия, что природа создала человека постепенно. Есть версия, что белый человек был создан сразу, а потом их стало больше, и Бог стал создавать души и вселять их в тела людей. Две есть версии, и пока мы фактами не доказали ни первое, ни второе. Вот поэтому мы читаем умные книжки, слушаем ученым, занимаемся медитацией, чтобы искать эту причину. Есть разные мнения. Я думаю, что и первая, и вторая версия, она имеет право на жизнь. Как появился ангел? Ангелы как появились. Ты же понимаешь, что человек – это не предел эволюции. Как однажды какая-то живая клетка стала человеком, так и человек однажды может в своей эволюции подняться выше. То есть он может стать бессмертным, он может научиться летать, он может даже жить не в таком теле, каком мы живем, а можно жить в энергетическом теле, он может стать энергией. То есть он может научиться перемещаться в пространстве, видеть будущее. Однажды человек, который занимался своим развитием, стал настолько совершенным, что он из человека превратился в ангела. Кто следующий? Палиночка. У вас не ли? Мы слушаем. Елена рассказывала нам технологии отрезания у себя капсул с астральными сущностями, которые нас разводят на всяческие желания. Как отличить прицепленное желание от нужного и необходимого? Если это есть разумность, то есть то, что нас ведет к развитию, что тормозит наше развитие. Властичное желание к эволюции, желание однажды стать богиней. То есть это желание, оно хорошее. А в идеале это желание преобразуется в стремление. То есть оно лишено прямого информационного какого-то составляющего. Например, ты не говоришь, я хочу стать богиней. То есть ты не представляешь себе богиней. На определенном уровне ты через это все проходишь, у тебя остается только воля. То есть намерения остаются, формы, какие были, исчезают. Но поначалу, прежде чем ты дойдешь до такого уровня, когда тебя вести будет чисто твой дух, чисто твоя высшая воля, ты создаешь те механизмы, используешь те механизмы, которые доступны для твоего формирования. То есть самые простые механизмы, то есть механизм желания, то есть эмоционально-психическое, то есть механизм мыслей, который формирует как бы образ понимания, образ ощущения, астрал, чувства, образ ощущения, и их используешь. Когда они себя исчерпают, это останется чистой волей, чистый дух будет тебя подталкивать к твоему развитию. Все твои мысли, они имеют вектор. То есть есть разумность, которая говорит, что этот вектор имеет смысл или нет. Человек должен изучать окружающий мир, понимать, что является, имеет смысл, а что не имеет смысл. Есть, например, законы Вселенной. И тебе приходит какой-то вопрос, имеет ли это смысл или не имеет смысл. Ты начинаешь соотносить это с законом Вселенной. Помогает ли это, этот закон Вселенной, для тебя реализовать, чтобы тебе это что-то открыло, либо не помогает. Если никак не помогает, он может быть паразитическим. Для этого нужна разумность. Разумность и плюс знания о окружающем мире. Разумность предусматривает, что ты очищаешь свое тело, очищаешь свои эмоции, очищаешь свой ум, открываешь, пробуждаешь свой дух и учишься. То есть собираешь тот необходимый ресурс, который тебе необходим для того, чтобы ты раскрылась. Ресурс может быть душевный, духовный, информационный. То есть информация, знания о мире, знания о человеке, знания о законах. Когда ты знаешь эти законы, сопоставив их, ты можешь для себя решить. То есть вот это желание, оно работает на меня, либо против меня, на твое развитие, либо против твоего развития. Тебе в этом, на каких-то этапах могут помочь чувствовать. Например, используешь тот или иной механизм, от него один вред все время. Ты чувствуешь только одно разрушение. Ну, показатель того, что оно опасно. Ты либо начинаешь рассмысливать, куда это может вести. Сопоставляешь факты, сопоставляешь свои знания. То есть механизм мысли используешь. Поэтому каждый какой-то ресурс, который есть в твоей оболочке, который может быть либо положительный, либо отрицательный, нужно проверять. Проверять на разумность. Через те механизмы, которые у тебя есть. Вплоть до механизма интуиции, который оттачивается. Что-то, о чем-то тебе будет говорить интуиция. Либо ты можешь собирать опыт всех этих тестов, сводить их вместе и анализировать. Так, ну, что там получилось вместе. Это сказало, что больше да, чем нет. Это сказало, больше нечем да. Это сказало, тоже больше да, чем нет. сопоставило, принимаешь решение. Интуиция, если у тебя очень сильно работает интуиция, она может занимать, предположим, 70% для выбора. Если ты человек такого типа, если ты сильно умный человек, у тебя хорошо работает логика, может быть, логика для тебя будет основным механизмом, он будет составлять 70% для принятия решения. То есть, это по ситуации. У каждого человека это что-то свое. Но все нужно проверять. Если у тебя есть возможность прийти, предположим, к магу, который для тебя это проверит, то это будет быстрее. Но это определенные затраты, потому что маг не может как бы каждого человека все время проверять. То есть, у него здесь своя работа. У тебя есть возможность получить такую помощь, это, конечно, ускорит. Но с другой стороны, если ты научилась сама эти вещи определять, то ты обретаешь определенный опыт и определенную зрелость. То есть, зрелость от того, что работая с информацией, ты научилась определять. То есть, если ты сто раз это попробовала сама, то есть, какое-то количество раз у тебя получился опыт, у тебя появились навыки, у тебя появился механизм, который хорошо работает, какой-то отточенный механизм самоопределения. Обычно все проходят именно через такой опыт. Конечно, хорошо, когда есть кто-то, кто находится на более высоком уровне и можете с этим помочь. Но, если ты работаешь сама, постоянно, то рано или поздно ты результат тоже получишь. иногда бывают какие-то отрицательные вещи и они являются для человека стимулом к развитию. Например, в человеческом жизни происходит что-то тяжелое, что-то опасное. Это опасное заставляет его использовать, то есть, он заставляет его идти на максимуме. Этот максимум определенный момент дает толчок выйти за пределы. Бывает тогда, когда человек, человек, который не очень хочет развиваться, ну, развитый, да, и, например, для него боги стоят в ситуацию, большой риск для жизни. И через этот риск человек что-то переосмысливает. Поэтому очень важен именно личный опыт. Самому нужно пробовать. И ты понимаешь, что у тебя нет никакой возможности это определить самой. То есть, у тебя, ну, вероятность того, что ты хоть как-то разобралась, но очень маленькая, ищет того, кто может это проверить. соответственно, вообще надо стараться хотя бы на простых каких-то элементах это отрабатывать. Есть какие-то вещи, которые сложные, действительно, их сложно осмыслить, их сложно почувствовать, их сложно с помощью интуиции как-то разузнать. Нет, в источниках информации ответа, тогда, конечно, лучше пойти к специалисту. Но есть какие-то и простые вещи, на этих простых вещах можно оттачивать свой механизм определения. К чему это относится? Развивая свою интуицию, развивая видение, ты со временем это увидишь. И, кроме всего прочего, развиваясь, когда у тебя открывается энергетика, ты начинаешь видеть энергетическую составляющую того, что есть тебе. И по окрасу этой энергетики можно как бы решать, к чему вот это ведет. То есть, это имеет такой негативный окрас, такой неприятный, либо все-таки позитивный. Давайте последний вопрос на сегодня. Сколько времени у нас? Сколько? Последний вопрос. Давайте. Последний, да? Как человек избавится от демонов? О, как человек избавится от демонов? Давайте. Я коротко отвечу. Это будет, например, путь йоги. То есть, с помощью путь йоги ты принимаешь решение, что ты будешь жить как хороший человек и будешь развиваться. Чтобы избавиться от демонов, нужно избавиться от всего ложного, что есть в организме. Ты должен правильно питаться, чтобы твое тело было сильным. Ты должен тело закалять физической нагрузкой, например, йогой. Ты должен тренировать свои чувства, тренировать свой ум и раскрывать свои творческие способности. То есть, стремиться из человека стать более разумным человеком. Постепенно, тренируя все эти качества, ты рано или поздно научишься видеть все отрицательное и от них избавляться. Есть специальные какие-то практики, например, как называют медитации. Например, если ты пошел путем йоги, то ты начал избавляться от демонов, например, занимаясь йогой. Ты принял решение, что ты будешь жить как хороший человек и не делать ничего такого плохого, что разрушает твою жизнь и окружающую. А потом ты начал активно заниматься собственным здоровьем. То есть, ты будешь жить так, чтобы ничего лично в тебе не разрушалось. Когда твое тело здоровое, ты здоров, у тебя появляется больше жизненной энергии, у тебя появляется интуиция, интуиция позволяет, например, тебе видеть все плохое, что в тебе есть. Положим, какие-то демонические существ, которые приходят. Когда ты здоровый, у тебя много энергии, у тебя появляются возможности. Если ты дальше идешь развиваться, то ты становишься умным, ты тренируешь свой ум, ты начинаешь понимать, что где что-то самое происходит, и это похоже демоническое, мне это не надо. Ты развиваешь ум, ты учишься думать, ты контролируешь свои чувства, ты начинаешь чувствовать, у меня какой-то пошел всплеск, я обиделся. Эти чувства опасные, этих чувств надо избегать. Каждый хороший человек должен быть доброжелательным. То есть, ты учишься работать со своими эмоциями, с чувствами. Это большой путь, например, путь йоги, все эти вещи поступенчато решают. Будем считать, что это был вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok